Тогда прошу вас следовать со мной вон туда, да в стоянке. Они подошли к большому черному автомобилю, старичок открыл заднюю дверцу и помог сесть Айне потом Залезскому. Сам сел рядом с шофером, и машина покатилась по усеньким улицам. В сверхсовременном доме из алюминия и стекла Залезский увидел только одну свою тетушку Лидию Эдуардовну. Тогда-то военного дипломата, господина Класта, теперь сильно посидевшего, спортивно подтянутого мужчину, занимающегося, как он сказал, представляясь маленькой коммерцией для поддержания домашнего очага. Другая тетушка Ольга, к сожалению, сейчас находилась в Испании на курорте, но ей послана телеграмма, и она непременно позвонит оттуда, и пан Залезский сможет с ней поболтать. Встречены были Залезские ласково и вместе с тем как-то осторожно, точно ждали от них какой-то неприятности и старались быть к этому готовы. Особенно господин Класт. Не очень длинный выяснительный разговор, и Лидия Эдуардовна повела Айну показывать дом, а пан Залезский с господином Кластом закурили по тяжелой сигнете. Господин Класт сказал, «А вы меня однажды очень серьезно подвели». «Да что вы, когда же это?» Класт достал из кармана какую-то коричневую книжечку и протянул ее Залезскому. Это было собственное удостоверение личности Залезского с его фотографией, которое он получил, поступив во Львове на службе в эсэсовскую часть. «Без моей рекомендации вы этот документ тогда получить не смогли бы». «Я не переношу покойников», — потерянно произнес Залезский, думая, что подвох с его стороны был в том, что он однажды не перенес зрелище пыток и его вырвало. «Мне устроить вас туда было нелегко», — вздохнул Класт. В это время в комнату, где они беседовали, вошел высокий старик, седые волосы которого были пострижены под бобрик. Усы, подозрительно темные, оттеняли рот. Он подошел прямо к Залезскому и протянул ему руку. «Рад видеть вас в добром здравии, господин Залезский». Залезский ответно пожал сильную ладонь мужчины и всматривался в него с растущей тревогой, которая, наконец, взорвалась полной ясностью. Это был полковник, в кабинете которого там, во Львове, убивали. «Я слышал, господин Залезский, что у вас на счету минуты», — сказал бывший полковник, и, опустившись в кресло, тоже закурил сигару и продолжал с усмешкой. «Но нам особенно много времени и не надо. Мы позволим себе надеяться, что вам все ясно и без слов. Ваше удостоверение остается у нас. Господин Класт даст вам сейчас немного денег, это аванс. Если будете что-нибудь покупать сегодня в Гамбурге, сделайте предпочтение вещам мелких габаритов, чтобы не привлекать ничего внимания на вашем корабле. Перед Рождеством вам надо будет отправить из дому поздравительную открыточку тетушке по адресу, который вам сейчас дадут. Когда вы нам понадобите...» В это время вернулась тетушка с Айной, и разговор оборвался. Залезский осмотрелся по сторонам, точно надеялся, что все это сейчас исчезнет, и он проснется. Впрочем, пока особого страха он не испытывал, тетушка так мило ему улыбалась, и она так была похожа на его мать. Когда уходили, господин Класт сунул ему в карман деньги. Машина отвезла их в центр города, и они высадились из нее на шумной торговой улице. «Родственники раскошелились, и у нас есть деньги», — объявил Залезский жене. «Давай-ка мы их истратим». «Денег оказалось не так уж мало, и они купили несколько дорогих вещей». Открывал Гамбург, и Залезский, понаблюдав, как постепенно таяла за кормой электрическое зарево города, сказал себе, «Вот и прекрасно. Оставайтесь вы при своих, а я тоже при своих». И у него было прекрасное настроение. В последующие два года Залезского никто не беспокоил, и он жил бестревожно, но затем некто, явно находившийся в Риге, опустил в их домашний почтовый ящик открыточку с поздравлением Залезского с днем рождения. То, что к поздравлению присоединились и обе тетушки, сказала все. Они его не забыли, и можно ждать от них что угодно. Быть их шпионом Залезский не хотел, это очень опасно, за это высшая мера. Но это совсем не значило, что он стал защитником советской жизни. Его идеалом была и оставалась та другая жизнь из мечты, из рассказов матери, и какую он, что называется, одним глазком увидел тогда в Гамбурге. Он решил предохраниться от шпионства довольно простым способом. На их сирены он откликаться не станет, и будет менять свой адрес всякий раз, когда они его найдут. Но к тетушкам он однажды все-таки переберется, и для этого будет копить средства. Сперва они переехали на юг, в город Ростов-на-Дону, где Залезский получил работу в местном совнархозе. Устроил его туда спутник по тому балтийскому круизу, ростовцев. Сперва в поезде подружились их жены, а потом и они. В жизни он оказался славным заводным мужиком дикой пробивной силы. Занимая в Ростове какой-то небольшой пост, связанный с контрольно-ревизионной деятельностью, он устроил Залезского в группу инженерной инспекции, ведущей наблюдения за ходом строительства торговых объектов. Ихалили, как они вместе начали грести деньги лопатой. Придумал эту авантюру ростовцев. Все было построено на том, что Залезский знал болячки каждой стройки, сообщал о них ростовцеву, и его ревизоры немедленно обнаруживали эти болячки. Потом ростовцев мог результаты ревизии с треском двинуть вверх, а мог и тихо спустить в мусорную корзину. Или Залезский делал другое. Предупреждал руководителей стройки о ревизии и помогал им болячки спрятать. В это время Ростов бурно строился, и им было где поживиться. На одном только строительстве большого ресторана они положили себе в карман около 20 тысяч рублей. Несколько теперь было более чем достаточно. Они с Айной жили очень скромно, и только раз в году, уезжая в отпуск в Сочи или Норическое взморье, там, как выражался сам Залезский, давали гастроль. Фирма «Залезский» и «Ростовцев» процветала вплоть до упразднения совнархозов, и их афера оборвалась весьма благополучно и как бы сама собой. Семья Залезских перебралась в Донецк, а Ростовцевы уехали в Москву. Айна не понимала, почему ее муж избрал именно этот город, но Залезский знал, что делал, сюда он переехал по сговору с тем же Ростовцевым. Была задумана простая афера, в основе которой были высокие заработки шахтеров и их желание иметь собственные автомашины. Залезский, поначалу осевший на небольшой должности в облторг-отделе, твахт, шахту управления и трестов в Москву с просьбой выделить автомашины для продажи за наличный расчет передовикам тяжелого шахтерского труда в Москве. Ростовцев шел с этими бумажками на верхние этажи министерств и доказывал, что отказать шахтерам никто не имеет морального права. В самом деле, трудно было отказать, и машины по специальным разнарядкам сверхобычной разверстки отправлялись в Донбасс, и там попадали в руки Залезского и его сообщников из Горторга. В покупателях, готовых уплатить за автомашину две цены, а то и три, недостатка не было. Эту операцию они проводили в течение двух лет, и потом сами ее прикрыли из осторожности. После этого Залезский перешел на работу в местную сельхозтехнику, его боссом снова стал Ростовцев. Целый год Залезский ждал от него указаний, и, наконец, получил приглашение срочно приехать в Москву вместе с Михаилом Борисовичем Лукьянчиком, и мы застаем их в купе спального вагона в поезде, мчащемся в Москву. Лукьянчик закряхтел, заерзал на полке, смешно ловя сонной рукой сползшее одеяло. «Не хватит ли храпеть?» — не без раздражения спросил Залезский. Лукьянчик медленно перевернулся от стены к свету Божьему и закрыл глаза ослепленной солнцем. «Сколько уже?» — спросил он, зевая. «Одиннадцать, уважаемый, одиннадцать. Хватит, вставайте». Лукьянчик почувствовал раздражение в голосе Залезского и энергичным рывком поднялся, спустил на пол ноги. «Хорошо поспал Юрьянч, очень хорошо». Он хрустко потянулся и стал одеваться. Когда он вернулся из туалета, на столике уже сверкали на солнце, позвякивая стаканы с горячим чаем, на листе бумаги салилась жирная украинская колбаса и белели разломанные издобные булочки. Лукьянчик крякнул. «Однако, край!» «Садитесь, уничтожайте, красотища!» пригласил его Залезский и начал есть сам. Позавтракали молча. Залезский поглядывал на Лукьянчика и думал, потянет ли он серьезное дело. Сорвать взятку в сто рублей каждый дурак сможет, а если над головой потехнарить? Но Ростовца в том письме писал, что если южный человек, речь шла о Лукьянчике, уже в форме, то желательно привезти в Москву именно его. Вот он его и везет, не очень все-таки уверенный, что Лукьянчик способен на сложное дело. Ладно, посмотрим, увидим. А Лукьянчик пытливо и небезопаски посматривал на Залезского. Первый раз он с ним наедине вне службы и, так сказать, на равных. Его волнует тот же вопрос, надежен ли сей товарищ. Оба они в общем с уже прожитой жизнью, определившие одинаковую их нравственную сущность. И их тревожит и не кто другой может изменить этой сущности, а только прочность его характера перед возможными трудностями. Крупные жулики, как правило, приходят к воровству не случайно. Один махровый жулик на суде во время допроса воскликнул. «Да я бы никогда не пошел на такое, если бы случайно не встретил вот этого». И он под дружный смех Зала оглянулся на сидевшего рядом с ним на скамье подсудимых другого, такого же, как он, матерого хапугу. Жуликов сводит не случайность, а общность взглядов на жизнь, на законы и мораль, а взгляды рождаются не при случайной встрече. «Вот и эти два жулика, завтракающие в поезде, мы знаем, шли друг другу навстречу, ведомые одинаковыми взглядами, выработанными не сегодня, а давным-давно в течение всей их жизни, что не мешает им поглядывать друг на друга с опаской, но это только потому, что они в общее воровское дело. Впрочем, истинной дружбы на основе полного доверия среди жулья и не бывает». Проводница убрала остатки пиршества, застелила постели, и они уселись к окну, за которым каруселила грустная осенняя степная равнина с редкими складками врагов. На проводах сидели мокрые вороны. «Российская скукота!» «Там на поезде ездил. Глянешь в окно, словно театр видишь, все такое чайное, прижимое, причёсанное, и селянки стоят у дороги, и ручками машут, улыбаются. И вот, поверьте, так всю дорогу». «Ну, по нашим масштабам селянок не хватит, чтобы вдоль всей дороги махали проезжающему господину Лукьянчику», рассмеялся Залеский. «Не пойму, чего вы смеёте, Юрий Яныч?» неожиданно вспылил Лукьянчик. «Ведь что я знаю по горькому опыту?» «Я в беду не попал бы, если бы мой заместитель по исполкому был со мной до конца откровенным и сказал бы мне про своё старое дело. Смотришь, мы бы и придумали ход, чтобы погасить то его прошлое. А он играл со мной в молчанки, всё любил, как и вы, насмешничать да поучать». «Я, Михаил Борисович, не насмешничаю», не сразу заговорил Залеский. «И молчанка не моя игра. Я хочу полного доверия, и чтобы всё в открытую. Я от вас не скрываю ничего». «А кто тот человек, к которому мы едем?» наступал Лукьянчик. «Ростовцев Александр Платоныч», ответил Залеский, но больше никаких подробностей не сообщил. Лукьянчик подождал немного и стал думать о своём. С семьёй всё решилось хорошо. Дочка удачно вышла замуж и уехала на Дальний Восток, за них он теперь мог не волноваться. Но деньги он будет им посылать и, может быть, съездит к ним туда, на край света. И у своих родителей, осевших в Норильске. А когда сам достукает до пенсии, не так уж много осталось, он постарается собрать всех возле себя и для этого построит или купит дом в благословенном Крыму. У жены на это сохранилась крупная сумма, а деньги будут и ещё. Ради них он и сейчас едет в Белокаменную. Посмотрим, что там задумали. Из раздумий его вырвал голос спутника. «Михаил Борисович, интересно, есть у вас какие-нибудь претензии к советской власти?» «А никаких, Юрий Янович. Только пусть она живёт сама по себе, а я сам по себе, понимаете?» «А разве так возможно?» Насмешливая улыбка не сходила с лица Залесского. Это должно было в случае чего означать, что вопросы задаются в шутку. «Я делаю по службе всё, что от меня требуется, но затем я делаю то, что мне самому хочется. А вдруг вам захочется спихнуть с рельса в поезд, в котором мы сейчас едем?» «О нет, Юрий Янович, хамить этой власти я не хочу, сия опасный, Юрий Янович. У неё много глаз и ушей, у неё длинные руки». «А как назвать то, что вы делали в своём Южном?» Лукьянчик даже рассмеялся непонятливости Залесского. «Я же получить своё не отказываюсь, нет-нет. Но там власти вообще не было никакого ущерба. Человечек давал взятку и получал квартиру. Кому в этой ситуации плохо? Человечку немного плохо, конечно. Он потерял сотню-другую, но за то, что он получил совершенно иную жизнь на десятом этаже. Нет-нет, Юрий Янович, там было всё по-доброму. Всем было хорошо. Хотели, Юрий Янович, только хотели. «Так это Глинкин вас спас?» разозлился Залеский. «Нет, Юрий Янович. Я рад, что мы об этом заговорили. Так вот, если бы я наступил закону на пальцы каблуком, никто бы меня не спас. Но я тот закон только чуть толкнул невежливо и не извинился». Лукьянчик рассмеялся, довольный своим сравнением, и, наконец, он высказал то, что у него накипало всё последнее время. «Посмотрите на него, — несколько опешил Залеский. Этот тип, оказывается, не такой простачок, как его характеризовали, из-за какого он его принимал. Это значит, не надо его зря дразнить». «Знать что, Михаил Борисович, — заговорил Залеский, спокойно и доверительно, кладя свою руку, належавшую на столике руку спутника. Я тоже, — говорили. Надо же нам, чёрт побери, притираться, чтобы лучше знать и понимать друг друга. Тем более, в предвидении очевидно серьёзного дела». «Добро», — согласился Лукьянчик и ответно пожал руку Залесского. «Но подумал про себя. Единственное, что пугает меня, это то, что ты, кажется, ещё и антисоветчик. Этот довесок в наших делах совсем ни к чему. Ладно, будет час, поговорим и об этом». Залеский вышел в коридор. Ему очень не понравилось, что Лукьянчик вдруг стал показывать когти и сейчас боялся сорваться, уж больно хотелось поставить его на место. Но нельзя. В его спасении, видимо, участвовал и ростовцев, и это он попросил привезти его в Москву. Ну, ладно. С этой стороны поезда в окне была всё та же скучная осенняя степь. Дверь в соседнее купе была открыта, оттуда валил табачный дым и слышался разговор двух мужчин. Залеский к нему невольно прислушался. «Не пойму, не пойму, как это можно», — почти с отчаянием говорил хрепловатый тенорок. «Мы же с тобой в одной упряжке за одно дело одинаково отвечаем и вдруг предстанем сейчас перед высшим начальством как враги». «Ну, нет, не враги, а по-разному видящее решение одной и той же проблемы», — мягко возразил сочный басок. «Да в этой одной проблеме всё будущее завода», — воскликнул чуть не сорвавшись тенорок. «Не всё. Эта проблема лет на пять не больше», — не соглашался басок. «И при твоей позиции мы ещё год потеряем на реконструкцию и освоение». «Если так случится, я сам себя уволю», — рассмеялся басок. «Но будет не так. На реконструкцию четыре месяца. Всё равно. План за полгода под откос. Зато потом пять лет ритмичной, уверенной работы при технически обеспеченном высоком качестве. Но лучше же не потерять ни одного дня». «Так не бывает, дорогой Иван Степанович, не бывает. Это противоречило бы даже элементарному закону сохранения энергии. А вы это сами прекрасно знаете». Тенорок стал вдруг жёстким зазвенел. «Вы хотите предстать рыцарем беззаветной борьбы за план? Но в наши дни это опасно, Иван Степанович. Вы забываете, что в министерстве работают хорошие инженеры. Что опасно?» «Ожидать главной КПД от хлебного пара», — расхохотался басок. «Давайте-ка лучше скинемся в покерок». Залезский шагнул в своё купе, в январь. Лукьянчик посмотрел на него удивлённо, но Залезский ничего объяснять не стал. Последнее время он всякий раз злился, встречая честно работающих людей. Они были его врагами, или, может быть, его опасностью, потому что их было много. Собственно, все люди кругом него были честными. Они могли работать лучше, хуже, но они не были ворами. Вот это слово «вор» в применении к себе вызывало в нём яростный протест. «Нет, нет, он не вор». И тогда ему вспоминался Гамбург. Глава 24 Рабочий день уже давно кончился, но первый заместитель начальника Главного производственного управления Министерства Сергей Антонович Сараев всё ещё оставался в своём кабелке под пологом сигаретного дыма. Что-то тяжело ему работается в такие сверхурочные часы. Работу он, однако, любит и устает, как он думает, от другого. Уже скоро год, как он фактически исполняет обязанности давно болеющего начальника главка, который, судя по всему, на свой пост не вернётся. Ещё месяц назад ему об этом сказал сам министр, но словом не обмолвился, кто будет вместо него. Конечно же, Сараев хотел бы оказаться на этом месте, того и старается, но когда так проходит целый год и мечта остаётся тщетной, он не может не ощущать своего несколько ложного положения. Знает, что за ним ходит прозвище «Вечный зам», и, конечно, нервничает. Сейчас он корпел над проектом записки в правительство по достаточно важному вопросу. Играться трудно. Всё, что идёт по такому адресу, пишется тщательно, по нескольку раз переделывается, без конца перепечатывается начисто. Работалась вяло, болела голова. Вчера, надо сказать, выпил лишнего, жена права, эти его выпивки до добра не доведут. Но к чему же нельзя? Он же не алкоголик, а просто любит дружеское застолье, особенно, когда компания хорошая, и если стыдно сознаться, платить не ему. Дома жена каждый рубль держала на строгом учёте. Но что нахуй им я? Всё время приезжают и приезжают в Москву люди, с которыми он в своё время работал то на заводе, то в савнархозе, то ещё где. Каждый непременно позвонит, пригласит к себе в гостиницу, посидеть, вспомнить былое, и он охотно едет. А в общем-то жизнь у него пошла какая-то скучная. Когда эта мысль возникала у него в подпитии, душа его погружалась во мрак, в ней закипала злость, и он уже не раз постыдно срывался, потом его мучила совесть, и кое-кто этим пользовался, являлся к нему в кабинет с сомнительной бумажкой, начиная вспоминать, как всё было, и Сараев торопливо подписывал бумажку. Но надо отдать должное, каждый раз, когда появлялась эта мысль о скучности, текущей жизни, он отдалённо слышал внутренний протест. Как не стыдно, ты живёшь активной жизнью коммуниста, у тебя большая ответственная работа, у тебя в подчинении сотни людей, да, это ещё не вся жизнь снова подступала до мысли. А что дома? Дочери выросли, когда росли, интересно было смотреть, как это происходило, хоть и видел, он их от случая к случаю в графиках жизни никогда не совпадал с его графиком. И всё же, когда он их видел, девясь тому, как быстро они взрослели, душа оттаивала, и работа, та работа, что до звона в ушах, отходила на второй план. А теперь и дома стало скучно. У дочерей уже своя жизнь, канула в лету время, когда он приносил им по конфетке мишка на севере и видел в их глазах само счастье. «А теперь, разве поможешь им быть счастливыми?» Как-то старшая перед своим тридцатым днём рождения позвонила ему на работу, напомнила о дате, пригласила в гости, а если собрался подарить мне жигули, учти, мне нравится голубой цвет. И он тогда пошёл к ней в гости, купив в детском мире игрушечные жигули, но они были не голубого цвета. А позже вся эта история с жигулями вспомнилась ему однажды горько и больно. Он и директор одного завода были гостями шведской автомобильной фирмы. В воскресенье они целиком провели дома у распорядительного директора одного из заводов фирмы. Его вилла стояла на берегу озера на зелёном склоне. С утра они ловили рыбу на озере, потом поехали обедать в роскошный туристский отель. Когда вернулись домой, там было полно молодёжи. Оказывается, молодёжь собралась по случаю дня рождения одной из трёх дочерей хозяина виллы. Апофеозом празднования её дня были минуты, когда отец выехал на лужайку на снежно-белой малолитражке Volkswagen и вручил дочери ключи от машины. Сколько было счастливого визга! Вернувшись поздним вечером в свою гостиницу, они долго не могли уснуть. Лежали в тёмном номере и изредка перекидывались фразами. А ведь распорядительный директор «Чин поменьше твоего», сказал Сараев, думая о другом. О своём. Одна шайка ворчливо отозвался директор завода. Он хозяину деньги делает, и тот его не забывает. И вдруг рассмеялся. «А по вашему счёту, если на тебя обратиться, вы по своему чину должны дарить дочке по меньшей мере чайку». Они помолчали, а потом заговорил директор завода. «Знаете, что меня поражает? Всё их богатство создано руками рабочих, чужих. А они об этом и не думают, нисколько этого не стесняются. Когда было торжество с автомобилем, я видел, у забора стояли любопытные, почему хозяева их не стеснялись?» «Так уж устроен этот их мир», сонно ответил Сараев и подумал, «Не так уж всё это примитивно, как это видится его спутнику». Политграмоту он сам знает, но сейчас ему хотелось думать об этом по-человечески, по-обывательски, чёрт побери. И вот та картина дарения автомобиля на зелёной лужайке у виллы запала ему в память. Даже спустя целый год, когда вся его семья собралась на его собственный день рождения, он смотрел на своих взрослых, очень уже взрослых дочерей, и всё вспоминал зелёную лужайку, беспечных красивых девушек, белый «Фольксваген», мрошает за столом, сказал, «В прошлом году в Швеции я видел...» и остановился. Вдруг ему стало стыдно, что он ту лужайку помнит, и как-то это воспоминание связывает со своей жизнью. И в ту минуту он решил, «Начну экономить, и старшей дочери, которая вот-вот родит ему внука, подарю жигуленка». И ему сразу стало весело от мысли, что он это непременно сделает. Сараев не замечал, что он давно уже отвлёкся от составления записки, и сейчас, взглянув на неё, решил, что закончит её утром на свежую голову. В этот момент дверь в его кабинет распахнулась, и в её проёме он увидел Кичигина, заместителя начальника отдела его управления. «Сергей Антонович, вас же вахтёры запрут в министерстве, не пахнет со мной посмотреть канадский хоккей, всё равно всех дел не сделать». «Поехали, Сергей Антонович». «А что?» неожиданно для себя встрепенулся Сараев. «У вас машина есть?» «Возьмём разгонную и оттуда на такси. Хавайте скорее бумаги в железный ящик и спускайтесь вниз, я пока машину добуду». Ах, какой молодец этот Кичигин вытащил его сюда в этот громадный гулкий зал до высоких краёв, заполненный пёстрой публикой, в центре которого, казалось, излучал голубой свет прямоугольник зеркального льда. Среди публики, к большому его удивлению, оказалось немало знакомых, и всё это был разный ответственный люд из самых разных сфер. И уж совсем его поразила встреча с Кутенковым, старшим недавно заместителем министра одной важной отрасли. Их места на хоккей оказались рядом, надо же. Когда-то они вместе начинали на одном заводе, и вместе потом продвигались вверх, занимая всё более ответственные посты их промышленности. Сараев был уверен, что Кутенков поднимется высоко, уж больно он серьёзный мужик, службы, отрешённые от всего земного. И вот на тебе, Кутенков, здесь, на хоккее. «Вот кого я уж никак не ожидал тут увидеть», воскликнул Сараев. Кутенков, наклоняясь к Сараеву, ответил негромко. «Наш министр ни одной игры не пропускает, вот и я заболел». В это время свет в зале стал ещё ярче, заиграла какая-то глобальная музыка, и на лёд вышли спортсмены в ярких одеждах. Игра началась. У Сараева шея заболела от того, что следя за игрой, он еле успевал поворачивать голову. Но глаза у него были уже не молодые, и уследить за стремительной шайбой он не мог. Интересно стало только, когда на льду возникла драка. В антракте они спустились в вестибюль, и там, в густой толкотне, Кичигин поставил Сараева возле высокого столика, чтобы вскоре появиться с двумя бутылками пива. Мало того, он вынул из заднего кармана плоский флакон, где у него был спирт. В общем, они неплохо тяпнули, и вторая часть игры смотрелась значительно живее. Сараев уже не вздрагивал от ошалелых криков болельщиков. Погружённый в жаркую атмосферу азарта, в которой не умолкал рёв публики и щёлкали по льду клюшки, Сараев думал, что он зря лишал себя таких вот беспечных встрясок. Кроме всего прочего, здесь, на фоне спорта, и выпивка видится совсем иначе. Во втором антракте они добавили, так что третья часть игры была уже чем-то вроде закуски, и сама по себе интереса не представляла и значения не имела. Не было предти, что в этот вечер Жульё начинало впрягать его в свои тёмные дела. Странное дело. Утром голова не болела, и Сараев за час покончил с той трудной запиской и отправил её в МАШ-бюро на окончательную перепечатку уже на бланке. Зашёл Кичигин. Не ругаете меня, Сергей Антонович, за вчерашнее? Ну, за что же? Приобщили меня к спорту, за что же ругать? Всё-таки канадцы порядочные хулиганы. Они поговорили немного о вчерашней игре и условились, когда будет интересный матч съездить ещё. А если вернуться к нашим автомобилям, вроде шутливо заговорил Кичигин, то я позволил бы себе напомнить вам о вашем желании съездить на Каланковский завод. Нам надо всё посмотреть нам самим. Поедем? Дайте мне всё, что у вас есть по этому заводу, и дней через десять отправимся. Бузде. Весело отозвался Кичигин, и, смотря на Сараева, подумал, что всё идёт как надо. Глава двадцать пятая. Александр Платоныч Ростовцев был жуликом везучим. Способ самоохранения у него был простой. Он добросовестнейший советский служащий, и здесь он старается вовсю. Орёл в своём гнезде не гадит. А где-то подальше от службы он делает деньги и предпринимает всё, чтобы на службе не стало об этом известно. И жил он так, чтобы никто не заподозрил, что у него есть лишние деньги. Надо отдать ему должное, он ни разу не попадался в руки следствия, хотя близко от него бывал. Последние годы после переезда в Москву Ростовцев работал в довольно солидной организации ставкой за границу советских автомобилей и запасных к ним частей. Пробраться на эту работу ему помогли в своё время дружки. Замолвили где надо словечко, до сих пор он их раз два в году красиво угощает в хороших московских ресторанах. Их рекомендации он оправдывал. Человек не глупый, он без особого напряжения освоился в этом деле и начав с простейшей инженерной должности дослужился до поста одного из заместителей директора. Наконец, в левых делах он тщательно избегал уже протарённых кем-то дорожек, считая, что раз на этих дорожках побывали его коллеги конкуренты, значит, там побывала и милиция, а у неё память покрепче человеческой, она у неё в картотеке. Только раз он чуть не сорвался, позарившись на огромный куш, обещанный грузинскими жуликами. Операция была сжигана контрабандного золота, бог спас, бог и его собственная осторожность. Он взял себе на подмогу гонтаря, который уже не раз бывал у него на подхвате, и чемодан с товаром был доставлен к нему. Это и спасло, так как дало возможность уйти от обнаруженной слежки угрозыска. Но верному гонтарю пришлось спрятаться от мстительных грузин в тюрьме. Урок на всю жизнь, не лезть в авантюры, которые сам хорошо не проверил, а особливо те, которые пахнут стенкой. Серьёзный урок осторожности преподало ему и не очень давление принёсшее весьма солидный куш, прекрасно задуманное, оно могло дать ещё больше, но оборвалось на разбеге из-за низкого уровня исполнителей. Идею этого дела Ростовцеву подсказало радио. Однажды он ехал в своей машине на дачу и слушал репортаж о новом здании МГУ, о том, какое это сложное хозяйство, само только здание, сколько в нём окон, сколько тысяч квадратных метров паркета и сколько на подметание этого паркета ежегодно расходуется веников. Стоп, родилась идея. В Москве не только в МГУ требуются тысячи веников. Надо узнать, где эти веники делаются, разорвать цепочку изготовителя-потребителя, влезть в неё, чтобы из каждого веника делать два, то и три, а продавать их за прежнюю цену. Тут вступал в действие закон чисел, и копейки складывались в десятки тысяч рублей. Крестовцев нашёл людей, которые стали исполнителями его идеи, но, увы, людей высокой пробы становится всё меньше, и найти их очень трудно. Пришлось взять в дело сообщников совсем не орлиной хватки. Однако началось дело блестяще, и к Ростовцеву сразу потекли немалые деньги. Операция быстро разрасталась, и в неё приходилось включать всё новых и новых участников. Ему порекомендовали молодого человека, сказали, сам по себе парень нуль, но бешено любит деньги, и за них стену головой проломит. Ростовцев его даже не видел, и это тоже было огромной ошибкой, потому что, если бы он его увидел сразу же, позлым и одновременно задал бы непрочную натуру парню. От этого парня и пришла беда. Милиция похватала, а суд отправил в тюрьму большинство исполнителей. Сам Ростовцев остался в стороне, об этом он позаботился. О нём два человека, которые, и отправляясь в тюрьму, его не выдали, и теперь он о них по возможности заботится. Во всяком случае, их семьям он помогает. Сейчас Ростовцев подбирал соучастников с особой тщательностью. Ему очень понравилась подброшенная Гонтарём идея, но одновременно она его и как-то по-особому тревожила. И он знал, чем. В деле будет занято много людей, а это всегда опасно. Кое-какие страховочные меры он продумал, надо иметь дело с клиентами одноразовыми. Нашёл сладкого клиента, получил с него своё, дай ему то, что просит, и прости-прощай. Только в крайнем случае с помощью первого можно искать нового. Чем меньше людей смогут подбирать, тем лучше. Только в узловых точках будут действовать два-три постоянных соучастника, и сюда он поставит таких людей, которым верят как себе. Главные кандидаты уже известны. Это старый его соратник по аферам в Ростове-Залесский, и он везёт ещё из Донецка погоревшего на взятках бывшего председателя райисполкома Лукьянчика, о котором Глинкин отзывался очень хорошо. Посмотрим, увидим. Затем сам первооткрыватель идеи Гонтарь, и его давний напарник Игорь Сандалов. Ростовцев знает истинную цену обоим. Исполнители беспрекословные, они особо могут пригодиться в пору начальной раскачки дела, когда нужно будет отыскивать первых клиентов. В Минск уже уехал Ревзин. Врачку крепких и надёжных людей и пока хватит. Ростовцев продолжал поиски, нервничая от телефонных звонков Кичигина, который его торопил. Нельзя тянуть раздражённо, говорил Кичигин. На верхах, конечно, знают о том узком месте, на котором построено наше дело, и, конечно же, постараются это узкое место как можно скорее расшить. Надо успеть. Хорошо ему толкать в спину, сам-то он будет иметь дело с бумажками, а вот ему Ростовцеву будут служить люди, которым надо полностью довериться. Сегодня, придя на службу, Ростовцев немного нервничал. Сейчас сюда должны явиться к нему залезки и лукьянчик. Он сам не знает, почему вдруг изменил своему правилу и сказал залезскому по телефону, что на службу. Зачем он это сделал? Наваждение какое-то. Ну, ничего, они сразу же отсюда уедут. И, как назло, именно в это утро подвалило сложное дело. Надо разобраться в материальных взаимоотношениях с одной немудрящей иностранной фирмой, которая внезапно прогорела, закрылась, и с материальными претензиями к ней следовало поторопиться. Ростовцев перелистывал папку деловой переписки объединения с фирмой, просматривал финансовую документацию и уже в первом чтении заметил, что, по крайней мере, в двух случаях были сделаны ничем не оправданные уступки фирме. Цепкая память ростовцева вытолкнула из своих глубин далекий и далекий день. Он вспомнил даже, что день был ненастный, но окна в его кабинете были открыты, и разговор умешал шум дожжа. А разговор был сотрудник с этой фирмой Куркиным. Да-да, Куркин, Сергей Акимович. И держался, разговаривал он тогда очень нервно. Что помнилось еще? Как приезжал не так давно фирмач, веселый толстяк, хлопавший всех по плечу и даривший направо-налево копеечные шариковые ручки с эмблемой его фирмы. И все грозился устроить для работников объединения ужин. Но кончилось тем, что однажды лишь один Куркин отпросился с работы на обед к фирмачу в гостиницу. Да еще о том нервном разговоре с Куркиным под шум дождя. Он тогда долго не хотел принести финансовую документацию, а когда принес, самому вникнуть в цифры. Все это тогда Ростовцеву не понравилось и даже показалось подозрительным, но он решил отложить серьезное вмешательство в эту историю, у него тогда на столе лежали куда более крупные сегодняшние дела. Ростовцев снял финансовые документы, все более чем ясно, каждый допуск в пользу фирмы происходил при участии Куркина по его предложению. Дело пахло плохо. Подумав, Ростовцев решил, что сам он поднимать это очень неприятное дело не будет, подкинет его директору и сделает это так тонко, что у того будет полная уверенность, будто это он сам вскрыл такое вопиющее безобразие. Так или иначе Куркину будет плохо, очень плохо. Там, где пахнет валютой дураком быть нельзя. Ростовцев посмотрел на часы. Десять пятьдесят утра. Поезд Донбасса должен прийти в Москву в десять. Те, кого он ждет, появится с минуты на минуту. Все-таки он нервничал и это его злило. Повернувшись к окну, он смотрел в сад, неуютный, голый, заштрихованный мелким плотным дождем. Контуры новостроек дальше были еле видны. Вдруг по окну Ростовцев тряхнул ознобом, он резко отвернулся от окна и подвинул к себе сегодняшнюю правду. Открыл внутреннюю страницу и наткнулся точно лбом ударился стал читать статью осторожно, точно ждал, что в следующей строчке будет про него. Но нет, нет, тут речь шла о комбинациях с каким-то армянским вином. И все же читать было неприятно, было такое почти невольное размышление, что вот они, разделавшись с этими винными комбинаторами, могут взяться теперь за него. Правда, тут же возникла мысль иная. Его дело, во-первых, еще не началось, а во-вторых, он достаточно хорошо заботится, чтобы оно не было раскрыто. И все-таки на душе у ростовцева было тревожно. Удивительное дело. Сколько неприятностей жил в конфликте с законом и моралью общества, и все это время его не покидала тревога, однако это ни разу не подтолкнуло его к мысли, а не пора ли кончить. Он прекрасно понимал, что ему грозит в случае провала, но с годами, проходившими благополучно, в нем укреплялась уже чисто фатальная вера в свою неуязвимость. Но фатальность это нечто неисповедимое, а реальным было то, что он каждый раз предпринимал все, чтобы обезопасить себя, и с каждым годом делал это, как он считал, все умнее и хитрее. И все-таки тревога не покидала его. Она только иногда затихала где-то на самом дне души, всегда готовая, однако, выплеснуться наружу. Но он и эту неприходящую тревогу считал своим защитным оружием, ибо тревога обостряет бдительность. Но отчего иногда эта тревога вдруг так удушливо подкатывает горло, с ним совсем недавно. Секретарем у него работала 50-летняя скромная женщина Клавдия Петровна. У нее было некрасивое, вечно будто испуганное лицо, и красные руки, которые она стыдливо прятала. Ростовцев предпочел бы хотя бы из чисто эстетических соображений иную секретаршу, но уволить эту было невозможно, она была исполнительна как машина, и все объединение знало ее как наидобросовестнейшую сотрудницу. Ее увольнение кроме всего могло вызвать подозрения, а это Ростовцеву было совсем ни к чему. В общем, он благосклонно терпел свою секретаршу, только установил себе переключаемый на секретаря телефон. На прошлой неделе у Ростовцева с секретаршей произошел инцидент, оставивший в его душе свой совершенно неожиданный след. Рабочий день только начинался и начался приятно. Ростовцеву принесли деньги, старый долг ему еще по операции веники. Он сидел в кабинете один и, приоткрыв ящик стола, любовался пачками двадцати пятирублевок, пересчитывал их, в этот момент в кабинет вошла Клавдия Петровна и, становившись сбоку, начала, заглядывая в свою стенографическую тетрадку, докладывать об исполнении распоряжений и заданий, полученных ею накануне. Ростовцев спешно задвинул ящик стола, несколько раздраженно слушал ее ровный и тусклый голос, но, подняв на нее взгляд, увидел, что глаза ее мокрые от слез. «Что с вами?» прервал он ее. «Ничего», и начали вздракивать. «Вас кто-нибудь обидел? Скажите мне, наконец, в чем дело? Мы с вами на работе и...» Выхватив из рукава кофточки платочек, Клавдия Петровна торопливо вытерла слезы и снова раскрыла свою тетрадочку. «Что с вами случилось?» Всем интересно было знать, что с ней могло случиться, но вдруг случилось что-нибудь такое, что заставит его бросить работу или такое, что привлечет внимание и к его персоне. Он встал из-за стола и пододвинул ей стул. «Сядьте, успокойтесь и скажите наконец, что случилось?» «Я живу вдвоем с сыном», с трудом заговорила она. «Он взрослый, но с детства прикован к постели. У нас был телефон, я просрочила уплату, за него не было денег. Это единственное, что связывало сына через меня с жизнью. Я всегда знала, как он и как назло он сейчас заболел». Она прижала платок к глазам, замолчала, отвернувшись к столу. «Моск Ростовцева механически засек ситуацию. Звонил телефону Ивникову, и у его секретарши нет проблемы. Но следует ли ему являться сейчас секретарши в качестве Гарун Аль Рашида, обладающего возможностью сделать все?» «Вот что Клавдия Петровна шевельнулся он. «Я вам до зарплаты одолжу сколько там надо за телефон? Шесть рублей, вот вам десять. Можете уйти сейчас с работы, уплатите за телефон, идите к начальнику телефонного узла и напишите ему о болезни сына. Все будет в порядке, я уверен». Вскоре действительно все было улажено и спустя два дня она вернула ему с благодарностью десять рублей. История эта сама по себе уже почти забыта, но Ростовцев остро помнил тревогу, внезапно навалившуюся на него после того, как секретарша ушла из его кабинета, а он, держа в руке полученную от нее старенькую десятку, вдруг вспомнил о тугих пачках, лежавших впервые он тогда подумал, что в столе могли бы сделать счастливой его секретаршу еще много людей. Это значит, что он как бы присваивает чужое счастье. А за такое отсюда пощады не жди. Острая тревога прихлынула к горлу, ему стало трудно дышать. На боковом столике послышался щелчок, и унылый голос Клавдии Петровны сообщил, что прибыли товарищи из Донецка. «Пригласите их ко мне», сказал в микрофон Ростовцев, встал, прошел в угол, где в шкафу было его пальто и стал одеваться. Залезский, войдя в кабинет, заторопился было к нему, размахнув руки для объятий. «Саша Платоныч!» «Проедем сейчас ко мне домой», — сухо произнес Ростовцев, увернувшись от объятий. Лукьянчик все это засек и подумал, дружба-то у них совсем не такая в Залезске. Он все видел этот Лукьянчик и все учитывал. На этот раз он малость ошибся. Как только они вошли в квартиру Ростовцева, тот первый обнял Залезского, и они расцеловались. Прием гостей Ростовцев устроил на кухне. Тут все под рукой, объяснил он, и не будет конфликтов с супругой насчет испорченной скатерти. Все было по-простому, водочка, шпроты, масло и черствый хлеб, главное разговор, дело. Ростовцев коротко объяснил, что им предстоит делать. Залезский будет руководить подбором клиентов в Донецкой области и вообще на юге. В его распоряжении будет Гонтарь. Лукьянчик в ближайшее время будет переведен в сельхозтехнику Литвы и оттуда будет действовать по всей Прибалтике. В его распоряжение постановится больше самим никого не привлекать, строго говорил он. Мы выходим непосредственно на конкретного потребителя, и одно это уже гарантирует нам безопасность, ибо у потребителя кроме благодарности нам ничего быть не может, ясно? Я не знаю Сандалова, мне с ним работать, сказал Лукьянчик. Ростовцев немного разозлился. Сам темная лошадка тоже. Более важно, что Сандалова знаю я, Ростовцев посмотрел в глаза Лукьянчику. Он очень надежный исполнитель. Если у вас будет о нем иное впечатление, немедленно сообщите мне. Шевельнулся Залесский. Акция у юристов, какая статья лепится к нашему делу? Залесский всегда заранее выяснял, в каком конфликте он будет находиться с законом. Ростовцев рассмеялся. Вы неисправимы, Юрий Янович. Такой статьи нет, действительно нет. Ближе других, конечно, статья о взятках, но все формулировки статьи прямого отношения к нам не имеют, и применение ее может быть легко оспорено. Опасней статья об использовании в корыстных целях служебного положения, но она может быть предъявлена только тем, кто будет находиться, так сказать, на вершине нашего дела, и на этот риск они идут. Можно узнать, кто на вершине? Осторожно спросил Залесский. Я к вашим услугам с улыбкой поклонился ростовцев. Еще кое-кто, чьи имена вам ровно ничего не скажут, да и лучше вам их не знать, мало ли что. Как к слову, те не знают по именам большинство из вас. Скажу вам только во всех необходимых нам центральных учреждениях, и таким образом вы будете оперировать вполне официальной документацией, не моргнув глазом, соврал ростовцев, которого самого больше всего тревожило, как обеспечил свою часть сделок Кичигин, но тот его к этому не подпускал. Все будет решать количество найденных вами клиентов, соразмерны будут и ваши личные радости. И тут снова ростовцев разозлил Лукьянчик, все-таки у него еще были свежие воспоминания о катастрофе в Южном. Предоставляется ли нам право на месте решить вопрос о выходе из дела перед лицом явной опасности? Ростовцев нахмурился, пристально посмотрел на спросившего. Право же, Михаил Борисович, смешно, еще не войдя в дело, уже искать двери для выхода. В конце концов, главную опасность мы тут берем на себя, в том числе и вашу. Михаил Борисович, успокойтесь, пожалуйста. Лукьянчик не ожидал такой отповеди, да еще наткнулся на презрительный взгляд Залесского. Я не хотел, пробормотал он, когда мне ехать? Вот это дело, улыбнулся ростовцев, ехать, дорогие друзья, следует незамедлительно, просто завтра же. Залеский в тот же день самолетом вернулся домой в Донецк, а вечером поездом уехали в Литву Лукьянчик и Санталов. Тем же вечером ростовцев в кафе «Синяя птица» устроил ужин Гонтарю. Ему, как зачинателю дела, он сделал исключение, оставил его на два дня в Москве, однако напоминать, что тот предложил идею их дела, не собирался. В кафе выступал какой-то модный инструментальный ансамбль, и от его оголтело громкой музыки, ломило голову. Разговаривать было невозможно, и им приходилось ждать коротких перерывов между номерами. Но ростовцев музыка, если откровенно, помогала. Не о чем ему было беседовать с Гонтарем. «Вы не в претензии, Борис, что я позвал вас в это дело?» спросил ростовцев, пригубив из бокала холодного кислого вина, отчего губы у него чуть скривились. «Мне, Александр Платоныч, лишь бы не сидеть без дела, и чтобы не такое дело, как тогда с чемоданом. А это же дело и от меня идет, это приятно знать. Его огромный рот разверзся в улыбке, а еще приятней будет получать за это наличными». Ростовцев недобро глянул на него и сказал сухо, «Получишь свое, получишь». «А я не спешу», шлепнул губами Гонтарь. «Будешь работать с Залесским, но знай, для тебя старший он, а для меня ты понял? Если что, заметишь за ним, сигналь немедленно». Гонтарь снова кивнул, и в этот момент грянул железнотрубный гром. На эстраде перед оркестром заметался в судороге парень в джинсах, закричал в микрофон, благим матом что-то про одиночество, но что именно разобрать было невозможно. не уходя из кафе, ростовцев не удержался, подошел к оркестру и сказал громко. «От вашей музыки синяя птица давно сдохла». «Ха, жаль, что не вы синяя птица», услышала на ответ мальчишки, щипавшего свою электрогитару. Ростовцев рванулся было искать директора, но тут же передумал. Уже на улице сказал Гонтарю, «Уезжай в Донецк завтра же». Снова заработал в кафе оркестр и даже здесь на улице слышен был его грохот и вопли певца. «Я бы их сегодня еще отправил землю рыть с яростью», сказал ростовцев. Глава двадцать шестая В некрологии сообщалось, что министр умер после тяжелой и продолжительной болезни, но для работников министерства все произошло быстро. Казалось, всего несколько дней назад видели они, как он утром в министерстве на этом этаже а сегодня в вестибюле уже висит траурное объявление и с фотографией смотрит на них совсем еще молодой мужчина с энергичным лицом с живыми пристальными глазами. Таким министра помнят немногие. У него был рак, болезнь вцепилась ему в легкие и в желудок, в печень и уже не имела значения, где она возникла сначала и где нанесла последний удар. С болезнью расползшейся по его крупному сильному телу он ходил вплоть до дня, когда уже не смог сделать и шага. Тогда его свезли в больницу и там он через несколько дней умер. Говорят, вскрывавшие его врачи удивились, как мог он так долго не сдаваться болезни. Врачи не учитывали, что министр принадлежал к тому железному поколению, которое прошло через тяжелейшие дела пятилеток и через огонь Великой Отечественной войны. Люди этого поколения сдаваться врагу не приучены. Вот и шел министр вперед, пока мог передвигаться. Кичигин принял активное участие в похоронах министра. Стоял у гроба в почетном карауле, выслушал с постным лицом все речи на гражданской панихиде и поехал на кладбище. В жестко секущую метель стоял без шапки у могилы и в минуты захоронения помог какой-то родственнице покойного. А когда стали с кладбища расходиться, он пристроился в толпе к Сараеву. Взял его за локоть и спросил тихо. Разве по русскому обычаю упомянуть не надо? А вы на поминке званы? Съехидничал Сараев. Кажется, на поминке можно являться без приглашения. А вы знаете, где устраиваются поминки? Наша викторина затянулась улыбнула. Простить ли ситуацию и не зайти ли нам без приглашения в ресторан-гостиница Украина? Там очень мило. Сараеву чертовски хотелось выпить. Еще во время панихиды, когда от трогательных речей у него защемило сердце и он невольно стал думать о себе, что он вот тоже не молод и долго на грешной земле не задержится, ему до спазм в горле стало жалко себя, стало холодно и вдруг неудержимо захотелось глотнуть крепкого, чтоб дух захватило. Согрелась душа и все вокруг стало краше и веселее. Предложение Кичигина было так кстати, что он ответил нетерпеливо. А поближе ничего нет. Там посолиднее Сергей Антонович. Там можно взять борщок с пампушкой, попросить зажарить колбаски домашние, а под такую закуску выпить, что песню спеть. Сочно рассмеялся Кичигин. Выйдя с кладбища, Кичигин перехватил такси и спустя каких-нибудь десять минут они уже входили в дышащий теплом и вкусными запахами ресторан и зал, а навстречу ему и оказывается он знал Кичигина, они поздоровались за руку. Как ловко все это умеет Кичигин. Сараев не смог бы даже толком договориться с официантом о заказе, а тут все шло как по маслу. Пока они ждали заказанное, Сараев оглядывал массивные прямо церковные стены зала и заинтересовался сидевший рядом за большим столом негритянской семьей. и так ему интересно было на них смотреть, что он не сразу услышал о чем говорит ему Кичигин. Что я думаю, Сергей Антонович, задумчиво говорил Кичигин, вертя пальцами пустую водочную рюмку. Как-то зашоренно мы живем, без душевного отдыха. Официант принес бутылку водки в ведерке со льдом и наполнил рюмки, мгновенно отпотевшие. Я вижу, вас заинтересовал черное семейство, продолжал Кичигин. Задуматься только, они приехали в нашу Россию из какой-то богом забытой африканской страны и видят больше нас с вами. У нас работа, работа, еще раз работа, пока голова не высохнет. Вы видели фильм «Исмирает»? Первый раз слышу, ответил Сараев, продолжая смотреть на негров. Нет, правда, работа, 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 и нет этому конца. Вокруг целый мир с событиями, всякими страстями, а нам вроде нет до него дела. Гляжу сегодня на министра, снежок мягко ложится на его лицо и думаю, что он вот такого прикосновения снега к лицу за последние тридцать лет не слышал, не слышит и теперь. У него вся жизнь, кабинет, заседание, машина, поезд, самолет и так без конца. Ну и что? Жалко его, очень жалко, тяжело вздохнул Сараев, и на душе у него стало сумрачно. Кичигин протянул к нему свою рюмку, земля ему будет пухом. Они выпили коротким броском и не сразу поставили рюмки, закусили холодной осетринкой с хреном. Хорошо придумалось сюда пойти, сказал Сараев, оглядываясь вокруг с каким-то новым и богу, так и есть, даже в такое местечко заскочишь разве что с похорон. Он как-то стесненно засмеялся. Кичигин снова наполнил рюмки и заговорил все с той же раздумчивостью человека, которого потянуло на откровенность. Я часто задаю себе вопрос, как видят нас наши зарубежные коллеги? Не думали об этом? Сараев промолчал. Он вспомнил Швецию, зеленую лужайку перед виллой, белый фольксваген и в толпе веселых гостей себя, приметного среди них с первого взгляда. Помните приезд наших французских коллег от фирмы, которая мы знаем, дышит на Ладен? Мы же фирма, вся автомобильная промышленность великого советского государства. А как держись? Помните прием они для нас устроили в отеле? Мы поехали туда прямо с работы, они встречают нас в смокингах, откуда-то дам выкопали. У меня было такое впечатление, что они все это для того, чтобы посмеяться над нами. Но смех-то у них не получилось, вяло возразил Сараев. Министр тогда на прием не приехал, послал меня, а я им передал его слова, где не мог приехать, так как занят делами. Они сразу увяли. И принялись нас спаивать, сердито добавил Кичигин, и все со смешком, с улыбочками. Я тогда думал только, почему мы не устроили прием для них? Могли бы им предложить не тарталетки с сыром, а по-русски на отвал. Вот это было бы лишнее, не согласился Кичигин, а главное не по-деловому. Переговоры были бы явно безрезультатные, а мы вместо тогда у них на приеме вспомнил Сараев, рядом со мной оказался молодой хлыщ с хорошим русским языком. Все подливал, мне подливал, разговор только об одном, трудно вы живете, не весело. Говорил точно как вы сейчас, а я ему, зато у нас фирма в полном порядке. Сараев рассмеялся. Вы не правы, Сергей Антонович, чуть обиженно возразил Кичигин. Я-то говорю совсем про другое. Знаю, знаю, примирительно сказал Сараев, когда мы сами себя за что критикуем, это, конечно, совсем другое. А помните, как они под конец приема залебезили и начали агитировать за контракт с нами? Они за это готовы были даже денежек нам подбросить, подхватил Кичигин. Между прочим, у них такие подарочки в полном законе, даже бюджетом фирмы предусмотрены. Неужели так? Не поверил Сараев. Точно, Сергей Антонович, подтвердил Кичигин и поднял рюмку. Они выпили. А у нас такое бывает, весело, заговорил Сараев. У меня еще в позапрошлом году было одно смешное наблюдение. Получаю из сельхозтехники от Сахарова для сведения распорядительный план. Куда, кому, сколько. План уже отпечатан в типографии. Смотрю, что за чушь. Моему родному Калинину занаряжено 20 грузовиков, а в Великие Луки 150. Звоню Сахарову. Почему такая диспропорция? Он там глядит в план и начинает хохотать. У Великих Лук нуль, говорит лишний, опечатка. И хохочет в голос. Но самое смешное выяснилось позже, не смешно. Кичигин смотрел задумчиво мимо Сараева, и когда тот смеялся, сказал вроде бы вслух про себя. А тот, кто породил эту опечатку, мог бы получить от Великих Лук солиднейший куш. Иные богатые колхозы за каждый газик готовы платить по две, то и по три. В колхозах куры не клюют, а с техникой положение трудное. Так может, Сахаров и получил, снова засмеялся Сараев, настроение у него было прекрасное. Еда была вкусная, пилось как-то душевно, в норме, не напились, а только душу раззадорили, стало ему легко и беспечно. Под самый уход Кичигин заказал кофе и мороженое, сказал, что это необходимая полировочка. И тоже было очень вкусно. Сараев подумал, в голову не приходило, это же так просто, купить на улице мороженого, а дома сварить кофе, обязательно над дом сделаться. Когда принесли с деньгами, и тот так благодарно поклонился, что у него хрустнула крахмальная манишка. Сколько там вышло, спросил Сараев. Ну оставьте, сердит, отозвался Кичигин и, чуть помолчав, сказал, но просьба одна к вам есть. Впоследствии Сараев будет не раз вспоминать эту минуту и придирчиво уточнять, произнес ли Кичигин, но после строгого оставьте. Но в ту минуту Сараев на это, но никакого внимания не обратил, сказал, давайте вашу просьбу. Дело такое, Сергей Антонович, у меня есть брат, который работает в кубанском колхозе, умоляет меня о помощи, у них на носу уборочная, а пять грузовиков ЗИЛ стоят без двигателей. Я говорил с Милявским автосборочным заводом, у него эти двигатели с излишком засланные поставщиком лежат во дворе, могут потерять кондицию. Директор завода сказал, что если будет бумажка за вашей подписью, он с радостью выделит для колхоза моего брата пять бешков. А как же он сам вывернется? Ведь кузова-то он рано или поздно получит, и откуда тогда он возьмет бешки? Так у него и так и так излишек. А ко всему год окончается. Сделайте для меня, Сергей Антонович. Ну, приготовьте письмо, подпишу. Немного подумав, сказал Сараев. На другой день после похорон министров, как всегда, будто ничего не случилось. Если что и произошло такое, что раньше не случалось, так разве то, что Сараев подписал подготовленное Кичигиным письмо о пяти двигателях для его брата, работающего на Кубани. Подписал, не зная тогда, что никакого брата у Кичигина нет и не было, и что в тот же день Кичигин от главного агронома кубанского колхоза, он таки был, за это подписанное Сараевым письмо получил наличными 750 рублей. Получив эти деньги, Кичигин долго думал, сколько из них передать Сараеву. Передаст 300 рублей. Сделает он это очень просто. Положит ему на стол конверт с скажет мимоходом, выполняй волю брата. Это его ответный вам подарок. Что это за подарок Сараев выяснит, когда Кичигина в его кабинете уже не будет, но он ничего существенного подумать об этом не успеет, его отвлечет. Потом позже он будет называть этот звонок роковым или под руку, или будто назло. Папа, говорит твоя 30-летняя дочь, здравствуй, дед. Сегодня твоя внучка Варька, по-моему, сказал дед. Может, только без второго Де. Сказал Де и заулыбал свой весь рот. Они оба рассмеялись. Надеюсь, пап, ты не забыл, что в следующую субботу ей ровно три годика мы хотели бы видеть тебя с мамой у нас. Непременно будем. Он положил трубку и вспомнил давний семейный разговор о том, что внучке нужна шубка. В магазинах ничего приличного нет, а на стороне просят сто рублей, и он обещал дать эти сто рублей. В это мгновение хлопнулось. Сараев положил в стол конверт с деньгами. Вот до чего просто это иногда происходит. Минуту назад он еще был честным человеком, теперь он уже жулик, взяточник. Но увы, его превращение в жулика произошло все-таки немгновенно, для того, чтобы это с ним случилось, в его сознании еще задолго до этого мгновения должны были произойти, может, пока ему незаметны издвиги. Потом еще позже, когда случится катастрофа, и он это начнет понимать хорошо, ему помогут понять. Министерство работало. Огромный коллектив был занят делами целой отрасли промышленности, в которой в свою очередь работал добрая сотня тысяч рабочих, инженеров, техников, технологов, конструкторов, администраторов, и в республике на дороге нашей страны выходили тысячи и тысячи автомобилей самых разных предназначений, крайне необходимых в громадном хозяйстве нашего государства и в частной жизни советских людей. министерство этот труд организует, руководит им. Конечно, в огромном коллективе были и лодыри, и коридорные болтуны, и перекурщики, и бегуны по этажам с бумажкой в руке, как с эстафетой, ну и просто ничего толком не умеющие делать, и попавшие в министерство по блату или по недосмотру. В свое время, хотелось бы пораньше, вся эта братья всплывет на поверхность, как мусор, и министерство от них избавится. Для этого нужно только, чтобы каждый работник министерства на своем чувством ответственности за труд свой личный и всего коллектива. Но вот в министерстве завелись жулики. Им, конечно, страшно, им опасен каждый честно работающий, и поэтому они искусно маскируются под честных, а свое воровство прячут за хитро составленную документацию, в которой вроде бы все по-честному. Каждая такая воровская бумажка, однако, могла быть обнаружена любым внимательным сотрудником. Потом, когда жуликов разоблачат и изготовленные ими документы покажут тем, через чьи руки они прошли, не задев их внимания, они только руками разведут, а с... непонятно. В министерстве шла обычная повседневная работа. На этом совещании в кабинете у Сараева обсуждалась предварительная разверстка той части продукции, которая в следующем году будет направлена в сельское хозяйство. Ответственный представитель Всесоюзного объединения сельхозтехники Турищев доложил потребности своего объединения на грузовые автомашины и другую технику. Названные им цифры вызвали шумное оживление. Нереально, четко произнес кто-то, фантастика, поддал жару кто-то еще, и тогда все сразу заговорили, говорили будто друг с другом, но одновременно явно и для всех. На совещании замминистра Соловьев слушал этот гул с терпеливой улыбкой, сам прекрасный производственник, знающий дело, что называется от станка до кабинета министра. Сколько раз он сам, будучи еще директором завода, на таких вот совещаниях тоже выкрикивал нереально, но потом позже, спокойно во всем разобравшись, соглашался с директивным заданием и вместе с рабочим коллективом завода даже находил возможности его перевыполнить. А Сараев нервничал. Он внушал себе, что занят сейчас своим обычным делом и ничто ему не мешает, но он уже не мог быть самим собой. Его лишало этой возможности уже одно присутствие на совещании Кичигина. Он старался его не видеть, но сделать это было трудно. Кичигин сидел очень близко. В свою очередь Кичигин знал, в каком состоянии сейчас Сараев, не безумысла сел к нему поближе и в течение всего совещания учил его не поддаваться лишним переживаниям. Он рисовал на листе бумаги чертей, показывал рисунки сидевшему рядом с ним Горяеву, и они вместе веселились. Разговорил совещание, хотя он прекрасно понимал, что ничего особенного не происходит, а идет всегдашний спор вокруг плановых наметок. Сараев застучал, что есть силы карандашом по столу, и тогда наступила наконец тишина, обратился к Турищеву. А реальные планы будете докладывать тоже вы? Наши нереальные по вашему планы, ответил тот, отчетливо вырубая каждое слово, не уходят за пределы нынешнего пятилетнего плана, утвержденного высшей властью государства. Но нельзя же исходные данные заключительного года пятилетки, механически переносить в третий год, воскликнул Сараев. Можно, припечатал Турищев, если не забывать, что наш рабочий класс выполняет пятилетки в четыре года. Удар был, что называется, ниже пояса. Сараев обогровел и промолчал. А потом уже совершенно другим голосом и спокойно сказал, нам бы не хотелось никого обманывать не очень обоснованно послушаем присутствующих здесь директоров некоторых наших заводов. Кто товарищ начнет? Встал высокий, большеголовый, небрежно одетый мужчина лет пятидесяти, директор Гурьевского завода грузовых автомашин Грибков. Он встретился взглядом с Соловьевым и они улыбнулись друг другу. Они были давно знакомы, не раз вместе и на равных правах присутствовали на таких же оба. И они оба от поста замминистра отказывались, но почему-то доводы Грибкова были признаны более вескими. Грибков человек с юмором, смешливый, когда начинает пробирать за что-нибудь. Он быстро признает вину, обещает исправить, но непременно прогудит своим басом. Что наша жизнь? Игра сегодня ты, завтра я? Их хотнет на прощание. Я начну с претензий представителей этих заводов. Ну ей Богу, какой-то проклятый вопрос. Не пора ли нам все же разобраться в его природе? Ведь и мы, поставщики, сопряжены в едином плане, где все высчитано и выверено, а как только начинается год, вся стройная музыка летит к чертям. Для меня в этот вопрос как в глухой забор упирается и наш сегодняшний разговор. Почему мы спешим заявить, что прежде всего вспоминаем бессонные ночи, когда ждали телефонный звонок или телеграмму от своего посланного к поставщикам человека, а в это время по сусекам искали последние агрегаты. Я хорошо помню такие ночи, и любое наше обязательство здесь будет выглядеть безответственным, если полагать, что, к примеру, на каждом грузовике, как минимум, должен быть двигатель, а он делается не у нас, а в Мирославле. Совещание пошло уже ровно, в меру тягуче, с редкими взрывами, как идут все такие совещания, цель которых напомнить всем, что есть государственная дисциплина. Такое напоминание время от времени необходимо. Евгений Максимович Горяев впервые был на таком совещании. Ему было интересно и немного тревожно, он боялся, что вдруг не сможет ответить на какой-то возникший здесь вопрос. А спросить могли каждую минуту, так как его оперативно-диспетчерский отдел стоял, что называется, на юру, и через него шли все дела сверху вниз и обратно. Горяев старался внимательно слушать ораторов, но ему сильно мешал сидевший рядом Кузьма Аверкиевич Кичигин, которого на этом совещании касалось буквально все. А он сидел низко склонясь над столом и рисовал чертей. Нарисует, подвинет под локоть Горяеву и спрашивает веселым шепотком. Похож на замминистра. И черт действительно был здорово похож на Соловьева. Горяев не удержавшись фыркнул, отодвигая от себя бумагу. После трехчасовой работы на совещании был объявлен перерыв. Горяев с Кичигином пошли перекусить в кафе неподалеку от министерства. Они сели за столик возле широкого окна, тут было посветлее, а смотреть в окно на мокрую осенним дождем размытую улицу удовольствия мало. Заказали пельмени и чай с пирожным. «У вас, кажется, своя Волга?» небрежно спросил Кичигин. «Не без того», неохотно ответил Горяев. Кичигин рассмеялся. «Треклятый, обожаемый общественностью вопрос, на какие шиши?» «Подарок родителей и жены к свадьбе», чуть раздраженно ответил Горяев. «Ого!» Веселые глаза Кичигина брызнули искрами. «Надо знать, на ком женишься. Я к свадьбе получил только сварливую тещу, меняю на подержанного запорожца». Кичигин закачался в смехе и таком искреннем, заразительном, что Горяев невольно заулыбался и его возникшее было раздражение рассеялось. Кичигин нравился Горяеву своим легким покладистым характером. Кроме всего, только он во всем министерств подбежением, сказав при этом «выбор на редкость правильный». Им подали еду и Кичигин, глотая пельмени, заговорил о другом. «Не знаю, как вас, а меня выводят из себя частые посетители-просители. Ну, как терпеть, посоветуете? К нам все время идут, кому нужен кузов, кому движок, кому задний мост, а кому и целый газик на охоту ездить. Во-первых, они явно не знают, куда с этим соваться, но я о другом. Ну, понимаю, просит актер какой-нибудь сильно известный или там писатель с медалями. Ну, вот не дальше, как вчера. Являюсь с очень солидной рекомендацией, подай ему кузов для 24-й Волги. И как бы вы думали, кто он? Да черт его знает, вяло отмахнулся Горяев. Черт-то знает, покачал головой Кичигин. Санитарный врач, вот кто. Откуда у него шиши? Ей же ей обидно, что я с сидя, между прочим, как раз на производстве тех колес. Так нет, санитарный врач может, а я мимо. По-моему, санитарный врач может легко иметь. Могорыч придет на какой-то торговый склад и скажет, у вас тут антисанитария, требую закрыть склад. А может, он ту антисанитарию и не увидеть. Кичигин посмотрел на Горяева с веселым любопытством и, ничего не сказав, позвал официантку. Когда они уже поднимались в министерском лифте, Кичигин сказал небрежно. Кстати, о том санвраче. Нет у вас в отделе сведений по-горькому? Ну, кузов какой-нибудь сверхплановый или брак? Не помню. Посмотрите и звякните, ладно? Дверь лифта шумно раздвинулась и Горяев ответить не успел. Но почему бы ему не посмотреть, потом не звякнуть? На возобновленном совещании в первые же минуты произошла схватка между директором Мирославского завода Лихаревым. Докладывая о положении дел на заводе, Лихарев рисовал весьма благополучную картину выпуска двигателей и вдруг увидел насмешливую улыбку на лице своего коллеги Грибкова. Чему вы ухмыляетесь, товарищ Грибков? Думаете, я втираю очки? Я думаю только о том ответил Грибков, что почти каждое утро на моем столе меня ожидает тревожный сигнал из цеха сборки, опять на исходе движки. Но вы же, я читал в газете, рапортовали, что полугодовой план заводом выполнен досрочно. Что же вы ставили на машины вместо тех двигателей? Ну, товарищ, оставьте пикировку, вмешался Сараев и обратился к Горяеву. У вас теперь ежедневно давать мне сведения о поставке мирославских двигателей на завод Грибкова. Кстати, ликвидирован излишек двигателей на Милявском заводе. Если нет, передайте движки Грибкову. Горяев сделал запись для памяти. Совещание продолжалось. На другой день Горяев, придя на работу, завел специальную тетрадь для записи ежедневных данных о работе предприятий, входящих в кооперацию с другими заводами. Каждый рабочий день он начинал с опроса заводов и обычно к полудню у него уже была полная картина и он был готов дать руководству любую справку. Спустя неделю Сараев вызвал Горяева к себе. Взяв свою заветную тетрадь, Евгений Максимович направился к нему и перед самой дверью Сараевского кабинета столкнулся с Кичигином. «Ах, на ковер вызваны и выйти!» воскликнул Кичигин. «Не хочу быть пророком, но огонь будет по Грибкову». Они вошли в кабинет и еще не дошли до стола, как услышали вопрос Сараева. «Что сегодня у Грибкова?» «Уклонился Кичигин». Горяев уверенно назвал цифры, полученные сегодня утром. «Но тогда подхватил Сараев, обращаясь к Кичигину. Теперь у Грибкова образовался излишек двигателей, не так ли?» «Прошу вас, товарищ Горяев, в ближайшие две недели внимательно проследить положение с двигателями у Грибкова». «У вас ко мне все?» спросил Горяев. «Да, спасибо». «Мимолетно обронил Сараев и обратился к Кичигину». «О чем они заговорили, Горяев уже не слышал». «Как только дверь за ним закрылась, Сараев сказал, он молодец этот Горяев, его отдел заметно оживился». «Мне он тоже нравится», ответил Кичигин и, помолчав, прибавил тихо. «А его оперативная осведомленность может нам с вами пригодиться». «От этого нам с вами по лицу Сараева мелькнула тень недовольства и он спросил сухо, «У вас что-нибудь срочное?» «Да ничего особенного, я хотел только, чтобы вызвала и затормозилась, но вы не беспокойтесь, не позже понедельника мы с вами станем заметно богаче». «Вот и все. Если понадоблюсь, звоните я у себя». Кичигин встал и ушел как-то поспешно, точно боялся, что Сараев возмутится. Он явно еще не привык к своему участию в их деле, мучается этим и как бы не повернул вспять. Но деньги-то он уже взял трижды, так что пора, батенька, кончать переживания и действовать повеселей. И потому Кичигин в течение дня непременно наведается к нему, чтобы напомнить ему об этих совместных делишках. Весь этот удивительно нескладный день Горяев был в прескверном настроении. Утром, когда они с Наташей на своей и Волги ехали на работу, был ранее по времени гололед. На Кузнецком мосту какой-то торопливый идиот перебежал улицу перед самым радиатором машины, он тормознул, потерял инерцию, машина забуксовала. Горяев поддавал газу, но от этого подвывание колес только становилось на тон выше. Надо кончать езду на лысых шинах и ставить машину на зимний прикол, рассердилась Наташа. Выпусти меня, я не хочу опаздывать. Она убежала, а он еще помучился тщетно и оставил машину возле выставочного зала художников. И пришлось ему бежать, комсомольцы министерства чуть не каждое утро ведут запись опоздавших. Горяев пошел в здание вместе с заместителем министра Соловьевым, и тот нездороваясь на ходу сделал ему замечание по поводу последней составленной им недельной сводки. Регистрировать факты вся этот день, и потом дальше пошли неприятности за неприятностью, и даже, как известно, не приходит одна. Изменив своему правилу, сведения по Покровскому заводу, Горяев получил не от заведующего, а от секретаря отдела сбыта. Та же по ошибке продиктовала вчерашние показатели, и Сараев это обнаружил. Пришлось выслушать от него горькую нотацию. Единственная в отделе сотрудница, умеющая печатать на машинке, объявила, что уходит в декретный отпуск, а только благодаря ей сводка перепечатывалась вовремя. Его всегда такой надежный семеняк сотворил бог знает что. Дважды ответил помощнику замминистра, что Горяева нет на месте, причем второй раз Горяев это сам услышал, взял трубку и выслушал замечание, что прятаться от телефонных звонков неразумно и даже опасно. Вызвал семеняка. В чем дело? Сам не знаю, наваждение какое-то. Вроде вы ушли, бормотал семеняк. Это было так на него не похоже, не пьян ли он? Я вас прошу, если можно, без наваждений, всерьез злил. И вот так одно за другим весь день. И только в самом конце, когда он уже собирался с стола бумаги, произошло приятное. К нему в кабинет зашел Кичигин. Сегодня ваша Волга на ходу? Да, но я бросил ее на Кузнецком. Утром был головед. Лысые покрышки рассмеялся Кичигин. Буксует со свистом. Считайте, что у вас есть новые покрышки и при том все пять. Каким образом? Не поверил Горяев. Не образом, а официально. Вот, смотрите. Кичигин протянул ему бумажку. Это был уже оплаченный на ряд распоряжения о выдаче комплекта резины для Волги 24 на имя какого-то Глебова. Ну, а при чем тут я удивился, Горяев? Комплект ваш. Все равно ничего не понимаю. Вы слышали, что на земле существует дружба людей? Так вот, этот мой друг из Литвы Глебов приехал в Москву вышибать для себя резину. Позвонил мне, и мы встретились за пивком с литовским копченым угрим. Дело у него было верное. Крепкий кореш в госснабе. Я вспомнил о вас и попросил его выбить не один, а два комплекта. А ему, оказывается, все равно. Вот вся песня. Вы должны сейчас же поехать на склад и получить свой комплект. Но у меня нет денег, смутился Горяев. Все уже оплачено, надо только получить... Не понимаю. О, Господи, Глебов, давно должен мне деньги, и, как видно, отдавать не торопится. Вот я его и нагрел, хотя часть долго с него сорвал. А вы мне потом отдадите. В общем, так, нужна вам резина. Тогда, не теряя ни минуты, берите разгонную машину и на склад. Вот так неожиданно, приятно, закончился этот проклятый день. Глава двадцать седьмая Каланковский агрегатный завод находился под Ленинградом. Поездки туда Кичигин любил, всегда прихватывал два песня на то служебной необходимости, то были дни подарки самому себе. Сараев ехал туда первый раз и целиком отдался опытности своего подчиненного, а тот уже достаточно хорошо знал слабости своего начальника. В Красной Стреле расположились в двухместном купе. Кичигин деловито задвинул дверь и как фокусник молча стал вытаскивать из портфеля коньяк, баршоми, закуски и даже рюмки и бумажные салфетки. Он угадал. Сараеву очень хотелось выпить, и он с нетерпением смотрел, как Кичигин острым дорожным ножом нарезал тонкие ломтики колбасы, лимона, сыра, хлеба и, наконец, откупорил коньячную бутылку. «Чтоб в пути все было счастливо, бегло», и коньяк был вкусным, и лимонный ломтик пошел за ним складно, и, наконец, баржоми приятно пощекотало внутренности, а самое обычное любитель сказал «какатесом». «И уж есть охота поговорить». «Приятно, когда колбаса свежая», сказал Сараев. «Я беру ее только в Елисеевском и всегда прошу от нового куска, снова наливая рюмки, пояснил Кичигин. Сараев смотрел на него и думал, «Хороший он все-таки мужик, умелый, на все руки, и какой-то еще, черт бы его взял, уютный». Когда Кичигин вовлек его в эти, как Сараев называл про себя вонючие дела, ему поначалу было страшно и стыдно, но вскоре это стало проходить, и, получая черные деньги от Кичигина, он уже не чувствовал особой неловкости, покупал на эти деньги подарки жене, дочерям, внучке, проигрывал их на бегах, посещать которые его тоже пристрастил Кичигин. Он словно не ведал цены этих денег, а может наоборот, всегда помнил, какие это деньги и что они обычной цены для него не имеют. Бывало, в правом кармане пиджака полученная зарплата, во влевом деньги черные, причем их было раза в три больше. Ему же те, за которые он расписался в ведомости, были вроде дороже, их он никогда не тратил попусту и до последней копейки нес домой. Кичигин о нем знал все и как раз вчера узнал даже то, что начальником главка он не станет. Вместо давно болеющего начальника собираются назначить нынешнего директора Мирославского завода и еще неизвестно, останется ли при нем Сараев на своем посту вечного зама. И потому Кичигин торопился, как он выражался, запахать этот клин до самой межи. Он все чаще вовлекал его в уантеры, о которых остальные сообщники не знали. Уже до того, что сам начал подделывать на бумагах подписи Сараева. Эта поездка на Колонковский завод по расчетам Кичигина должна сделать Сараева абсолютно послушным ему исполнителем. А он-то нет-нет да позволяет себе взбрыкивать, как было однажды в начале, когда он вдруг швырнул полученные от него деньги на пол и закричал бешеным шепотом «Нет-нет-нет, с меня хватит». Это были очень трудные для Кичигина и сумел его сломить, заставить подобрать деньги с пола до последнего рубля, и Сараев подбирал их трясущимися руками. Москва уже перестала гнаться за поездом, давно отлетели назад самые дальние ее окраины, и за окном вагона была густая чернота, изредка прорезанная. Они сняли пиджаки, развязали галстуки и, полулежа на постелях, начали вторую бутылку коньяка. Сараев только чуть опьянел, и ему было чертовски приятно. Даже быстро напившийся Кичигин, ставший, как всегда, мрачным и злым, виделся ему симпатичным. Кузьма Аверкевич, друг мой, вы не правы, мягким голосом говорил Сараев. Я прекрасно все понимаю, вполне возможно, что новый начальник главка придет со своим замом, но я на этот счет ничего предпринимать не собираюсь, это не в моем принципе. Так вас сожрут. Уже в третий раз угрюма пробосил Кичигин, который все-таки решил предупредить Сараева о грозящей ему опасности. Вы бы остановились, Кузьма Аверкевич, Павелев, и, изогнувшись, взял Кичигина за руку, но тот рванулся в сторону, плеснув коньяк на Сараева. — Не учите, крикнул он истерически. — Да что, что вы, испугался Сараев. — Если душа требует, пейте сколько хотите, но я помню, как было вам плохо тогда в гостинице «Россия». — Что? Кому было плохо? Кичигин даже спустил ноги на пол, наклонился над Сараевым, дыша ему в лицо терпким коньяком. — Чтобы вы знали и запомнили, плохо там было только вам, дрожайший, Сергей Антонович. Чего это вам пришло тогда в голову воспитывать мою даму? — Помилуйте, ну какая же это дама? Попытался улыбнуться Сараев, вспомнив еще яснее тот скандал в ресторане и добавил брезгливо. — Бесты же уличная девка и вдовагу дур набитая. — А вы от нее схлопотали старого дурака, а Кичигин так громогласно, что из соседнего купе постучали в стенку. — Давайте-ка спать, прошу вас, прошу вас. Кичигин замахнулся ударить кулаком в стенку, Сараев перехватил его руку. — Ну перестаньте, вам опять будет стыдно. Ему удалось усадить Кичигина на постель. Уставясь на Сараева злыми насмешливыми глазами, тот заговорил вдруг охрипшим голосом. — Домашний поп нашелся, морали читать. А вы же сами, дрожайший мой, уже давно все морали за морали. Ну, уличная девка, ну, торгует своей честью, но вы-то кто, чтобы ее воспитывать? Лицо Сараева выразило такой ужас, что, как ни был, пьян Кичигина понял, что переборщил, сказал устало и примирительно. — Оставим эту тему, Сергей Антонович, раз и навсегда. Мне ведь тоже лихо. — Лихо. Он судорожно стиснул руку Сараева. — Простите меня, ради бога. Вдруг стал расслабленно клониться на бок, упал головой на подушку, и тут же стал засыпать. Сараев его, куда там, он тяжело перевернулся на бок лицом к стене и захрапелся с тоном. Сараев смотрел на него уже с жалостью, потому что понимал, действительно же не имеет он права говорить с Кичигином об этом, тому же вдвойне обидно слышать его поучения, зная, что сам тон. Тут Сараев свои размышления оборвал и стал укладываться в постель. Поезд уже стоял у ленинградского перрона, а они, толкая друг друга в тесном купе, матеря головную боль, только одевались, проспав все на свете. Кичигин, уже увидев заглядывшего с перрона в окно их купе директора Каланковского завода, помахал ему рукой. — Поторопимся, а то угонят поезд в депо, будет смеху невесело, пошутил Кичигин, и никак не мог попасть рукой в руках пальто. Когда они вышли из вагона под густо падавший мокрый снег, на перроне, кроме трех человек, встречавших их, уже никого не было. Директор Каланковского завода в зеленой снегом андаторовой шапке и дубленке почти по-военному вытянулся перед Сараевым и представил своего главного инженера, молодого человека с суровым, отрешенным лицом. Третий был их шофер, он взял чемоданчик Сараева и ушел вперед. — На ваше усмотрение предлагается программа такая, — говорил директор, когда они сквозь снегопад шли по перрону. — Сейчас едем к вам в гостиницу, там позавтракаем, а мы с главным инженером сделаем вам краткую информацию о положении дел и ответим на ваши вопросы. Вы скажете нам, что вы хотите посмотреть на заводе. — Чтобы заблаговременно все отлакировать, — весело перебил Кичигин. — У нас лака нет, чтобы детали красить, не то что, — мгновенно ответил директор и рассмеялся гулка на весь перрон. — Дальше. Завтра у нас пятница, и мы должны из этого дня выжать все, что можно. Машина придет за вами в гостиницу в половине восьмого. Потом мы имеем два нерабочих дня, а в понедельник утро я созову начальников цехов, бригадиров, инженерно-технический персонал, финансистов и кадровиков. Не возражаете? — А что ж, сегодня выходит, у нас ничего, кроме завтрака, не будет? — спросил Сараев. Директор переглянулся с Кичигином и сказал неуверенно, — Если у вас есть идеи, мы к вашим услугам, но должен предупредить, сегодня у нас день политучебы, и после смены все на занятиях, по крайней мере, все коммунисты. — Да нет уж, давайте, как вы наметили, — решительно вмешался Кичигин. Кроме всего прочего, я что-то неважно себя чувствую. Машина мчалась по Невскому, Сараев еле успевал увидеть неповторимую красоту широкого и прямого, как стрела проспекта. Он так давно бывал в Ленинграде, что сейчас не мог даже вспомнить, когда это было. Кичигин на дорогу расспрашивал директора каких-то общих знакомых, и тот почему-то, смеясь, отвечал, — Все живы, здоровы, будьте спокойны. Машина сходу развернулась и эффектно подкатила к дверям гостиницы Европейской. Выбежавший швейцар стал открывать дверцы машины, бормоча, — С приездом, пожалуйста, с приездом. Набрались науки с иностранцами, смеялся Кичигин, отдавая швейцару свой объемистый портфель. Оформление не заняло и минуты. Они поднялись на велитаж и вошли в номер, похожий на дворцовый или музейный зал. Спальня была отдельно. Посреди большой комнаты стоял уже накрытый круглый стол. И тотчас появилась молоденькая, миловидная официантка. Увидев Кичигина, она непонятно заулыбалась, но тут же ее лицо стало строгим, и она вынула из кармана блокнот. Заказом завтрака занялся директор завода. Сараев оглядывал номер, таких он никогда не жевал, даже бывая за рубежом. Правда, все неизвестно, откуда собранное сюда великолепие заметно по пи... Но зато на нем появился знак времени, и оно рассматривалось уже как музейное имущество. Кому, например, могло прийти в голову на передней стенке пианино карельской березы нарисовать медальонный пейзаж, постараль с пастушкой, или когда и чей стол украшала ныне в век шарика бездействующая бронзовая чернильница в виде двух львов, сплетшихся в смертельной схватке. Сараев тщетно попытался ее приподнять, или кто мог заказать вылить из бронзы эту сильно откормленную с оголенными грудями даму, почему-то державшую в руках нептуновский трезубец, да еще выгравировать на постаменте в день ангела К.П. «Явись и стань мне беспощадным палачком» какой-то. Кичигин меж тем умывался перед завтраком, напивая арию из Сильвы. Завтрак длился до полудня и, как было условлено, проходил в перемешку с делом. Выпивки было всего чуть-чуть, а под очень вкусную еду директор и главный инженер сделали сообщение о положении дел на своем новом, только начинавшем действовать заводе. Бедствием у них стал брак, который, по мнению директора, происходил из-за недоброкачественного сырья, поставляемого заводу. Главный инженер считал, что причина не одна, но назвать другую уклонился, он вообще держался как-то странно. Когда директор давал свои пояснения, он отрешенно глядел в тарелку, а когда Сараев попросил его высказать свои соображения, заговорил неохотно и все время повторял, что все, мол, сказал директор. Сараев эту ситуацию усек, и он поддерживает директора. В свою очередь и директор не скупился на комплименты Кичигину, то и дело вспоминая его ценные указания, полученные в прошлое его приезд на завод. Я приезжал сюда, когда у них еще шел монтаж оборудования, стал рассказывать Кичикин Сараеву. И, представляете, иду по главному цеху и думаю, дай-ка посмотрю, как будет происходить движение производственного цикла. В это время монтажники как раз распаковали станок и готовились ставить его на фундамент. Гляжу и холодею, батюшки, этот же станок совсем не отсюда. Верно, верно, подхватил директор так радостно, будто в том, что обнаружил тогда Кичигин, было крупное производственное достижение. Не догляди тогда Кузьма Аверкиевич, и пришлось бы потом переставлять станки. Представляете, какая получилась бы конетель? Давайте выпьем за эту удачу, смеясь, предложил Кичигин, назвал постольную слабину гостя, никак на его предложение не отозвался, и вместо этого стал пояснять Сараеву, в чем особые сложности производства агрегата, которым будет занят его завод. Сараеву это разозлило, он был многосторонним производственником, и прежде чем прийти в Главк, сам был директором завода, он не хотел слушать такие азы. И вообще, что-то директор все больше был ему не по душе. Сараев не терпел людей, которые отделываются общими фразами, где следовало бы назвать техническую деталь или конкретную техническую проблему. Какие у вас станки, спросил он у директора. В каком смысле какие? В самом элементарном, чье производство, каково их техническое наименование по индексам? Борис Евсеевич, какие у нас там станки? Небрежно обратился директор к своему главному инженеру, и тот уже начал отвечать, но Сараев поднял руку. Не надо, сам посмотрю. А вам, повернулся он к директору, следовало бы самому знать. Директор глянул на Кичигина, и во взгляде там был вопрос, чего это он на меня кидается. Уволите меня от этого. Рассказался. Сергей Антонович давно не видел живого станка, стосковался, и, кстати, что-то не верится, неужели вы, когда были директором завода, знали все станки своего завода? Знал, твердо ответил Сараев, и, помолчав, обратился к главному инженеру. Вы изучали, где у вас чаще всего происходит брак? У меня тут с собой есть все данные, вскочил инженер, чтобы взять в передний свой портфель. Бумажки завтра строго остановил его директор. Нет, в чему ж, вмешался Сараев, сегодня нам абсолютно нечего делать, я с удовольствием посмотрю, бумажки. Инженер сходил за портфелем и, вынув оттуда пухлую папку, положил ее перед Сараевым. Ну что же, тогда завтрак будем закруглять, спросил директор, а то мне ведь еще надо и на завод. Он позвал официантку и, уединившись с ней в передний, расплатился. Ну что ж, товарищи, вернулся он к столу, теперь вы из дороги отдохните, а не, может, мы что придумаем на вечер. Я просил наших потребовать достать билет в театр. Ну, всего, товарищи, пошли, Борис Евсеевич. Он точно забыл, что Сараев хотел ознакомиться с документацией, подхватил своего главного инженера под локоть и буквально выпихнул его в переднюю и точно боялся, что тот останется здесь без него. Не будем же мы в самом деле отдыхать, сказал Сараев, когда они остались одни. Хоть по городу, что ли, пройдемся. Ходить я пас, отозвался Кичигин, рассматривая картину в тяжелой золоченой раме. Картина занимала чуть не половину стены, а на ней полуголая женщина возлежала под деревом на зеленом холмике на фоне старинного готического замка. У ног ее ласкалась борзая розового цвета и женщина пухлой рукой «А ничего, бабеночка, Сергей Антонович, поглядите-ка». Сараев подошел, встал позади Кичигина. Ну, рыхлая какая-то. «Глядите-ка, спец нашелся» и жестко спросил «Чего это вы на директора окрысились?» «Не люблю болтунов, не переношу. У меня такое впечатление, что он дел от своего толком не знает». «Не торопитесь сирлычком, а потом все же мы у него в гостях». «Очень хотел бы ошибиться, но завтра все увидим. Я все-таки прогуляюсь». Сараев прошел в переднюю, оделся и ушел. Кичигин выждал, пока увидел у окна Сараева, переходящим за Снеженную улицу, и сел к телефону. «Первый звонок к директору». Сын Аверкия говорит, «Уже добрался, слушай внимательно. Сегодня же вечером надо погасить моего спутника, иначе все полетит к чертям, ты понял меня?» «В нем проснулся производственник-энтузиаст, и на тебя он не давал, а ты за завтраком ораторствовал, а твой главный наоборот, и по-моему, он действует тебе поперек. Завтра?» «Смотри в оба». «Но сегодня спутника моего надо погасить в принципе и навеки, чтобы ему и впредь неповадно было, понял ты меня?» «Родинка и на щеке». «Тебе неудобно. Я сейчас ей позвоню сам и приглашу к нам в гостиницу с подружкой. Как думаешь, найдет она приличную?» «Ладно, я сейчас тебе перезвоню». Следующий звонок той с родинкой на щеке. «Галочка!» «Вас беспокоит один ваш поклонник». «Господи, кто же это?» «Угадайте». «Ой, их у меня так много, запутаюсь». «Галчончик, а не помните вы одного такого, который рассказывал вам сказочку про черного петуха и белую курочку?» «Ты, Кузьма, ты?» «Я, мое солнышко». «Откуда?» «Из европейской». «Ясненько». «Не все. Есть у тебя подружка, и чтоб была не хуже тебя. Для друга моего мы с ним вместе приехали». «Бузде». «То десять». «Явка». «Двадцать ноль ноль». «Записано». «Пока, Кузя, бабова Буза». «Не забыл, чертовка». «Снова звонок директору». «Товар есть. Твоя задача придумать вступительное мероприятие. Надеюсь на тебя. Товар явится к восьми. Исходя из этого и планируйте». «Будет на уровне. Не тревожьтесь». Кичигин положил трубку и улыбнулся. «У него о директоре мнение иное. Мировой парень». «Он познакомился с ним в одной московской компании, когда тот был директором небольшого авторемонта. Они пили друг другу по душе, погуляли вместе в сласть. Новый его знакомый оказался докой по женскому вопросу. Два года назад Кичигин устроил его сюда, на новостроящийся агрегатный завод. Теперь они встречаются нечасто, но когда директор приезжает по делам в Москву или Кичигин в Ленинград, всякое дело непременно заканчивается гулянкой и такой, чтобы, как говорил Кичигин, было что забыть. Когда в восемь утра Кичигин сам ели, стоя на ногах, начал будить Сараева, тот долго никак не реагировал и лежал ничком, недвижимо, как труп. Кичигин сорвал с него одеяло и открыл окно. С улицы в спальню хлынул холод. Сараев стал оживать, открыл глаза и долго озирался, ничего не понимая. «Через полчаса за нами приедет машина», кричал Кичигин, сам уже одеваясь. Кое-как оделись, молча, только громко сопя и постановая от дикой головной боли. Кичигин сходил в другую комнату и принес оттуда еще с ночи приготовленные им два фужера с водкой. «На тебе, похмелитесь, да быстрее же, а то оба умрем». Он двумя большими глотками осушил фужер, поставил его на зеркало и вздохнул шумно и радостно. «О, Господи!» Выпил и Сараев, закашлял с чего-то, но свинцовая тяжесть сразу покинула голову, начал проясняться мозг. «А где все?» несколько сконфуженно спросил Сараев. «Ну, кто именно?» Кичигин решил проверить, что он помнит. «Ну, директор, потом Шурочка». «Да, так бы прямо и говорили. Она ушла часа в четыре, выживется». Что от нее осталось?» Сипла смеясь, Кичигин вытащил из постели Сараева шелковый оранжевый шарфик. «Держите на память!» Сараев стоял, низко опустив голову, очевидно, трудно вспоминая, что было минувшей ночью. «Ладно, все позади. Впереди дело, энергично распоряжался Кичигин. Идите в ванную и умойтесь быстренько». «Хорошо бы, душик. Не выйдет. В 8.00 нас ждут на заводе». Когда им в номер снизу позвонил шофер, они были уже более или менее в порядке, если не считать их мятых физиономией земляного цвета. На заводе Сараев довольно быстро стряхнул с себя тяжелую ночь, и голова его заработала активно и ясно. Все тут было ему привыкно. В службе он, конечно, соскучился по заводской атмосфере, по зримой конкретности труда, по ощущению своей реальной и сиюминутной полезности. Сначала было совещание в кабинете директора. В нем участвовало около десятка инженерно-технических работников, но Сараев сразу заметил, нет главного инженера, спросил, где он. «Он что-то забюллетенил», ответил директор сиплым после той же ночи голосом и открыл совещание. Сараев как только увидел сегодня директора, его от злости ознобом прохватило. Какой-то частицей ума он все же понимал, для чего директор организовал эту разгульную ночь, но странным образом сильнее ему хотелось, чтобы это было не так, чтобы директор, как и Кичигин, оказался просто мастаком гульнуть на свободе, а он тут, как говорится, им под руку подвернулся. Так или иначе, симпатии он к директору не испытывал, и по ходу совещания все ждал повода сцепиться с ним. Повода, однако, все не было и не было, директор на этот раз больше молчал. Все работники завода «Вину за брак» дружно валили на поставщиков, а два оратора покритиковали еще какую-то серию станков, как морально устаревшую. Сараев все силился и не мог вспомнить, что это за серия, и для памяти записал ее номер. В общем, все складывалось в поддержку позиции директора, и у Сараева не было никаких оснований не верить заводским инженерам, которые все знали, конечно же, лучше залетных ревизоров. Выступил Кичигин, хотя Сараев просил его не торопиться с высказыванием своего мнения, и сперва вооружиться необходимой убедительной информацией. Кичигин хитро извернулся, заявив, что он обязан верить тому, что сказали здесь заводские специалисты, но он тоже хотел бы побывать в цехах. «Вы будете говорить, товарищ Сараев?» спросил директор. «Я хочу побывать в цехах», негромко отозвался Сараев, уже понимая, что директор также умело организовал это совещание, как и минувшую тяжкую ночь. По заводу шли втроем директор Сараев и Кичигин. Чувствовал неизменившееся настроение Сараева и предпочитал только отвечать на вопросы. Спрашивал больше Кичигин. Его вопросы были толковые, а иные для директора даже опасные, и все по делу. Но и директор сегодня отвечал деловито с явным пониманием дела. Откуда Сараеву было знать, что об этой викторине они на ходу сговорились еще вчера вечером? В одном цехе Сараев увидел сгрудившихся у станка рабочих и пошел туда. Вы продолжаете обход? Я задержусь на минуточку, сказал он Кичигину. Тот смешался, хотел было пойти за Сараевым, но тут же передумал, крикнул ему, что они будут ждать его в кабинете начальника цеха. Сараев подошел к окружавшим станок рабочим, хотел послушать, о чем они там толкуют, но они нахер, ничего нельзя было услышать. — Здорово, народ! — громко произнес Сараев. — Что случилось? Может, нужна помощь? Я из министерства. Зовут Сергей Антонович. А кто тут главный у вас? — Я вроде. Колей зовут, смущен ответил разовощекий парень в сдвинутом на ухо берете. — Над чем голову ломаете? — спросил, улыбаясь Сараев. Когда Сараев был директором завода, он очень любил такие вот разговоры у рабочего места, когда решать задачу можно и нужно не языком, не чистописанием на бумаге, а умелыми руками и хорошим знанием производства. Прошло не более десяти минут разговора у остановленного станка, и Сараеву было ясно, что он имеет дело с хорошими молодыми рабочими, но их техническая подготовка оставляла желать лучшего. Это его ощущение еще больше укрепилось, когда он поговорил с другими рабочими. Картина окончательно прояснилась, и он был уверен, что главное при этом, завод молодой, технически весьма современный, а укомплектован рабочим молодняком вчерашними учениками ПТУ. Народ они хороший, рвутся работать лучше, а вот достаточных технических знаний и опыта у них нет. Руководство же завода организовать для них толковую техническую учебу не удосужилось. Об этом Сараев и сказал, когда все они после обхода вернулись в кабинет директора. Сказал очень серьезно, резко. Произошло неожиданное. Директор завода принялся его благодарить за то, что он открыл им глаза на упущенную ими задачу. Сознался даже, что об этом же ему давно твердит главный инженер, а он не прислушался. Теперь он немедленно примет необходимые меры, организует на заводе серьезное техническое обучение рабочих. В заключение, он еще раз поблагодарил Сараевой и и сказал, что завтра же напишет об этом министру. Вот это уже лишнее, проворчал Сараев. Все же такому исходу дела он был рад и понимал, что после вчерашней ночи ссориться с директором ему никак не с руки. Спустя час Сараев и Кичигин обедали вдвоем в ресторане своей гостиницы. Билеты на поезд уже в кармане от того, что было сделано, на душе спокойно, и можно малость расслабиться. Когда я забегал в номер, звонил ваш Шурочка. На будущую неделю она будет в Москве. Спрашивал ваш телефон. Я дал ей свой, правильно? Правильно. Сух ответил Сараев, напоминание было неприятным. Видать, забыть вас не может, тихо рассмеялся Кичигин. Между прочим, кто она, не знаете? Я спрашивал, а она все острила, что она человек с планеты Земля. Сараев невольно улыбнулся своим воспоминаниям. Директор говорил, она работает где-то экономистом-социологом. Кичигин за обедом не напился, и, вернувшись в номер, они решили до поезда поспать. Все же прошлая ночь давал о себе знать. Телефон в другой комнате, ну, чем Кичигин наконец пробудился, прошел в гостиную и взял трубку. Слушаю. Можно товарищ Сараев? Кто его спрашивает? Из Смольного. Одну минуту. Сараев долго не мог сообразить, что от него хотят, но, наконец, понял и подошел к телефону. Товарищ Сараев, кажется, Сергей Антонович, с вами из Смольного говорит Потапов Сергей Михайлович. Помните, я у вас был в Гулавке, когда готовилось решение о строительстве Каланковского завода? А, как же, как же, помню, помню, окончательно пробудился Сараев. К сожалению, о том, что вы здесь, в обкоме, узнали только час назад, вы были на заводе. Какое у вас впечатление о директоре? Да как вам сказать? В основном положительное. Ну, в основном. А у нас мнение, что его нужно освободить. За что? За отсутствие данных занимать этот пост, и еще, как бы помягче сказать, за моральное несоответствие. Это же мягко. Обком располагает на этот счет основательными данными. И мы хотели просить вас доложить это наше мнение министру, а он может связаться с секретарем обкома ПВЧ. Хорошо, я сделаю это. Очень жаль, что мы не увиделись. До свидания. Кичигин, встревоженно, слушавший весь разговор, спросил, что там такое. Смольный предлагает вашего директора снимать, и я должен доложить об этом министру. Этого нельзя допустить, Тихону властно произнес Кичигин. Вы что, не понимаете, что такое Смольный, и что означает для министерства его мнение? Как только мог, спокойно ответил Сараев. Они считают, что у него нет данных быть директором, и кроме того, Сараев кивнул на телефон моральное несоответствие. Чепуха. Все можно повернуть так, как нужно нам. А неужели вы не понимаете, что этот директор с его агрегатами будет нам очень и очень полезен? Нам, понимаете? Вы что думаете, я не вижу, что он слабый директор, но он идеальный для нас, для нас, Сергей Антонович. Сараев молчал. В который раз Кичигин вот так припирает его к стенке и заставляет подчиниться. Но сейчас он просто не знал, как быть. Кстати, продолжал Кичигин, наша вчерашняя вечеринка вместе с премиальными для дам, такси и утренним завтраком по приезде стоила 300 рублей, без десятки, кажется. Уплатил директор. Не забудем об этом своем долге ему, если его выгонят. Но вы доверьте это дело мне, я подработаю такую контр-шпаргалочку, что ваш смоль не умоется. Я сейчас же еду к директору домой, надо его предупредить. Встретимся в поезде. Кичигин прибежал, когда поезд уже тушил, он обрушился на койку в купе и долго сбивал одышку со злостью, глядя на Сараева. Наконец, когда за окном уже не было огней Ленинграда, он заговорил под мерный рокот колес. Будь все проклято, тихо произнес он и сорвал с шеи галстук. С директором плохо. Рывком расстегнул воротник сорочки. Он, оказывается, снюхался с какими-то торгашами, влез с ними в аферу, их посадили, и они дали на него показания. В Сестрорецке они на даче одного из торгашей бардак открыли с финской баней. И представляете, что он за типчик? Мне об этом ни слова. Нетрудно домыслить, куда он мог нас затащить. Страшно подумать. Так что, Сергей Антонович, как можно скорее докладывайте министру мнения Смольного и поддержите его обеими руками. Пусть его немедля гонят к чертовой матери. Сараев молча раздевался. В эти минуты он и чигином могут плохо для него кончиться. И ему стала знобка. Забравшись под одеяло, Сараев сказал, он не сразу ни по душе пришелся. Болтун и царек. Ладно, ладно, ответил Кичигин. В этот вечер он был вам хорош на брудершафт пили. В общем, забыли о нем, будто его и не было. Аминь. Глава двадцать восьмая А вот вот уже и зима. Черт побери, как летит время. Куржиевский давно забыл о деле с армянским вином, напоминает о нем только приказ с благодарностью. И работа идет дальше. А что это значит? Хотите знать точно? Каждый день глаза в глаза с жульем. Но жаловаться на это поздно и глупо. Такая работа самим выбрана давно и на всю жизнь. Куржиевский и не собирается жаловаться. Несколько возможностей и хитрости мехового партняжества, Куржиевский вместе с Зарапиным провели любопытнейшее по тонкости воровства меховое дело. В нескольких ателье покрой меха, дающий максимальный отход, был доведен до совершенства. Зато теперь Куржиевский, идя по зимней улице, только глянет на шубку какой-нибудь женщины и уже точно знает, обокрали ее ателье или помиловали. Работник ОБХСС и следователь, ведущий эти дела, обязан знать, как воруют в любом деле, и знать само это дело не хуже дошлых воров, иначе те обкрутят их, как миленьких. Уже влезшее в меховое дело, Куржиевский с Зарапиным созвали однажды скорняков за подозренных в нечестной работе. Куржиевский вышел к школьной доске и стал им докладывать, каким способом надо раскраивать мех, чтобы иметь навар от каждой шубы, и сообщил, что вот таким способом только по ателье Белочка было украдено меха почти на 30 тысяч рублей. Всматривая Куржиевским на доске чертежи, слушая его пояснения, скорняки только ежились, будто от озноба. Закончив доклад, Куржиевский сел вместе со скорняками, а Зарапин спросил у них, правильно ли рассуждал товарищ Куржиевский, может он допустил какие ошибки? Скорняки молчали минуты три не меньше, потом один встал и сказал упавшим голосом «Доложено сознание». Куржиевский смотрит в замороженное окно и улыбается. Хорошо они с Зарапином провели это дельце, красиво провели, отправили за решетку крупных хапук. Вот это сознание, что благодаря тебе из честного мира изъят еще хотя бы один жулик, главная награда для таких, как Куржиевский. Ну ладно, красивое меховое дело позади, зато теперь у него дельце оторви и брось. Но такая уж у них работа, вчера удача, принимаешь поздравления товарищей, а сегодня гори голубым пламенем, над беспросветцем и ни от кого не жди. Именно такое делай дал ему майор Любовцев. Барабаня пальцами, полежавшие перед ним не очень пухлой папке, он сказал «Делает какое-то вялое, обвислое, в сон кидает, с самого начала оно так прикрыть его и делу конец», с обреченной надеждой спросил Куржиямский «Нельзя». «И сразу запомните, капитан», Любовцев хитро улыбнулся «Дело подарено нам нашим министерством, значит, будем бдительны и попробуем проглядеть его вместе, кое-что тут все-таки уже есть». Любовцев открыл папку «Вот видите, сопроводиловочка, так? Тут обращается наше свое внимание на то, что существо дела находится в прямой связи с решением недавнего пленума ЦК КПСС. Запевка, ничего не скажешь, крепкая. Но дальше дело выглядело действительно вяло. Начиналось оно с газетной вырезки, опубликованной в областной газете письмо. Обвиняла председателя колхоза Степового в том, что он незаконным путем добывает запасные части к автотехнике и платит за них вдвойне колхозными деньгами. Дальнейшие страницы дела фиксировали попытки провести проверку этого сигнала местными силами. Все было в этом материале весьма шатко. Такое впечатление, что проверявшие выгораживают председателя, заметил Любовцев. Но одно обстоятельство, тут в деле кто-то в министерстве густо подчеркнул две строки, видимо, и предрешило пересылку дела в отдел Любовцева. Агроном колхоза в своих показаниях утверждал, что ту сделку председатель колхоза будто бы совершил в Москве в министерстве автопромышленности, а оно находилось в этом же районе столицы. Дальше в деле шло уже то, что сделали работники отдела. До кухонной страницы он сейчас читал очень внимательно. Любовцев предупредил. Начинать с министерства мы не могли, а там на месте наши товарищи растеклись по древу. В общем, штудируйте и потом доложите свои соображения. Куржиямский сейчас читал дело заново, но, надо сказать, ему несколько мешала объявленная сегодня радостная весть о присвоении ему звания капитана. Правда, он умел не поддаваться чувствам и, стиснув голову ладонями, внимательно читал страницу за страницей. Газетная вырезка сильно потрепалась, Куржиямский аккуратненько наклеил ее на лист бумаги и сам себе улыбнулся, страница словно помолодела. Но что же тут дальше? Запросы, ответы, так же, как нет для этого основания, проверка и не подтверждено, это все в стрельбе на дальние расстояния, и вот приказ ему от Любовцева выехать на место. Куржиямский помнит, как уезжал Костя и как все просили его привезти в облы. Докладная Костя о поездке. Так, так, картина вроде абсолютно ясная. Оказывается, бухгалтер сводил счеты с председателем колхоза, который уличил его в каких-то махинациях с колхозным медом и за это выгнал. Заметка в газете месть. Молодец, Костя вылупил яйцо, только сглотнуть его и осталось. Но нет, не таков, майор Любовцев. На Костяном проекте постановление о прекращении уголовного дела наискось его резолюция. Из этого не ясно, было ли все-таки незаконное приобретение запасных только это для нас и важно. Послать на место лейтенанта Сурова и студента практиканта Акишина. Поехали, ребятки. Загремели. Как же они там действовали? Суров был более осмотрительным, чем Костя. Он допросил почти 40 человек, но тут был как раз тот случай, когда количество переходит в качество. Картина была пестрая, противоречивая, и никакого определенного вывода по ней сделать было нельзя. Куржоямскому показалась относительно важна и та часть показаний председателя колхоза Степового, где он косвенно признал покупку левых запасных частей, но тут же утверждал, что та переплата в конечном счете дала колхозу прибыль в десятки раз превосходящий расход. Деньги для переплаты он, оказывается, брал из колхозной кассы, они были ассигнованы на оплату художников за оформление клуба и правления. Он признавал, что делать это было нельзя, но не на себя же он тратил те деньги. Его рассказ о том, как была произведена покупка и где был крайне запутан. Кому он платил, не помнит и вообще больше по этому вопросу, а если надо, он готов внести истраченную сумму в кассу колхоза из своих личных средств. Получалось по сурову, что председатель колхоза прямо героический защитник колхозных интересов, в то время как его следовало судить за одну операцию с тратой денег, предназначавшихся совсем на другое. В общем, неудивительно, что майор Любовцев написал резолюцию товарищу Куржиямскому провести дополнительное расследование на месте, обратив особое внимание на... Далее следовали его дотошные конкретные указания. Подходил к концу рабочий день. Куржиямский, встряхнувшись от вязкой дремоты, принялся в который раз читать протокол и вдруг он замер. Как это раньше не заметил этих строчек? Прочитал еще раз. Человека, который помог нам добывать запасные части, я не знаю, не знал раньше, мне неизвестно ни его фамилия, ни где он работает, ни где он постоянно пребывает. А по его внешности могу сказать только одно, рот у него больно широкий и вообще неприятный. И еще я слышал, как привозивший его шофер однажды назвал его Жора, но, может, я и ослышался. Жора-обжора, Жора-то-мак, последняя кличка фонарь, неужели тот Жора из дела по краже часов? Бывает же так, два раза читал эти страницы и не зацепился, это, наверное, от почерка Сурова. Растягивает слова по строчке, того и гляди, одна волнистая линия получится, но вот же зацепился. Куржиявский разыскал свои записки по тому делу о краже часов и стал их читать. Нелегкое занятие разбираться даже в обрывках слов, в каких-то цифрах и знаках. Быстро тогда Зарапин сработал, в понедельник утром с часового завода поступил сигнал о краже часов, а в среду они с Зарапиным уже допрашивали воров. Правда, помогла картотека угрозыска. Двое воров были грузчиками при заводском складе, оба пьянчужки, готовые продать совесть за пол-литра, и сразу было ясно, что они не могли придумать это довольно хитрое воровство.